Поэтому беспокойство в нашей семье все время, как говорится, возрастало, возрастало. Он не говорил, куда едет, так, потому что это была закрытая тема, и все уезжающие, значит, не говорили. И все родственники тоже не говорили. В то время шла война в Испании. Ну, предположительно, все думали, ну, может он в Испанию едет, так. А Китае, собственно говоря, никто ничего не говорили. После уезда его, так, мы жили с надеждой, значит, о весточке, так, какой-нибудь весточке, письма. Писем, собственно говоря, не было никаких. Передавались какие-то, значит, записки в виде письма, что у него там все благополучно, он все нормально живет и прочее, прочее, прочее. Мне вспомнилось, значит, он прислал, значит, красивую репродукцию китайского мандарина, такого, значит, богатого человека, сидящего на лошади. Ну, естественно, стиль репродукции для нас был очень необычный, так. Ну, это каким-то образом успокаивало нас, что все с отцом благополучно. Бесценные реликвии, а также подвиги советских летчиков всегда напоминают этим людям об их славных предках. Что касается Евгения Константиновича, то он знает отца по обрывочным воспоминаниям из детства и скудным архивным данным. Последний бой он провел 4 июля 1938 года вместе с своим товарищем. Мой отец был ведущий. Когда самолет моего отца был подбит четырьмя истребителями противника, он выбросился над озером Пуэн-Ху с парашюта. И во время парашютирования его японцы расстреляли из своих пулеметов, и он уже опустился в озеро. Но рыбаки через три дня его выловили, и по идее должны были тело сдать администрации. И вот в это время никаких больше сведений о моем отце я не имею. Я пытался искать своего отца, но безуспешно. Каждый приезд в Китай я этим вопросом занимаюсь. Никто ничего не может. Мне бы нужно, конечно, в архив хотя бы тех лет посмотреть, может быть, кто-то, значит, обязательно какая-то запись, где он похоронен, что сделаем. Никто ничего не может не помочь. Евгений Константинович почти ничего не знает о жизни своего отца в Китае. Это еще одна причина того, что он уже несколько раз бывал в этой стране. Он хочет попросить своих китайских друзей о помощи, ведь найти место захоронения отца Евгений Константинович считает своим священным долгом. Каждый год 4 июля он накрывает стол белой скатертью, ставит две стопки водки и кладет черный хлеб в память об отце. Эти слова сын советского летчика написал на листе бумаги и передал нам вместе с фотографиями и другими материалами. Больше он ничем не может помочь нам в поисках, однако он верит, что однажды сможет развеять горсть родной земли над могилой своего отца. Пройдет товарищ сквозь бои и во войны, не зная сна, не зная... Прежде чем получить официальное сообщение, однажды приходит соседка и говорит, «Вы знаете, что ваш отец погиб. Когда погиб? Как? Что? При каких обстоятельствах?» Он два месяца погиб тому назад. Это было в конце года, а он погиб 4 июля. Потом, значит, официально нам известили, что отец погиб при исполнении служебного долга правительства. Мы так давно, мы так давно не отдыхали, Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, И завтра, завтра, наконец, последний бой. После завершения мероприятий в Ухане Евгений Константинович и другие члены делегации приехали почтить память павших советских летчиков. С 1937 по 1941 года в Китае погибло более 200 летчиков-добровольцев из СССР. Эти герои обрели вечный покой в Китае, и многие их родственники до сих пор ничего не знают о судьбе своих близких, которые отдали жизнь за правое дело. Имени Константина Опасова здесь нет, но Евгений Константинович все равно чувствует себя ближе к отцу. Мы, не зная местности, мы просто были на озере Поэнху, просто отдать память погибшим воинам, в том числе и моего отца, на территории этого острова. В Ухане у делегации довольно плотный график, однако газета «Дзяньси Души Бао» предоставила нам интересную информацию. Отец одной пожилой женщины из Нанчана в своё время участвовал в операциях по спасению советских летчиков, и есть вероятность, что она может помочь нам в поисках. Субтитры создавал DimaTorzok Да, да, да. Здравствуйте. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поиски в Нанчане ни к чему не привели, однако это важная информация для историков. Константин Опасов наверняка был бы рад узнать, что после стольких лет сын по-прежнему его ищет. С момента прощания прошло уже почти 80 лет, и образ отца у Евгения Константиновича – это в основном его детские воспоминания, которые раз и навсегда врезались в его память. Субтитры создавал DimaTorzok Он взял меня на колени, он вообще ласковый мужчина был. Субтитры создавал DimaTorzok И я вот помню, значит, он так, как говорится, внимательно смотрел на меня, смотрел на мою мать. Но если сказать, значит, что в глазах у него была грусть, была совместная фотография, сидит отец, в середине я и рядом тоже с матерью. Это была последняя фотография, которую мы совместно получили от приятелей. Это и фотография явилась тем фактором, как говорится, сохранения моих чувств, когда расставался я с отцом. Наверное, все-таки это каким-то образом ежедневно и ежечасно, значит, подогревало мои те детские воспоминания, которые я сохранил. Я не знаю, но очень четко я помню, как я расставался с отцом. Среди всех членов делегации родственников советских летчиков-добровольцев Евгений Константинович – единственный, кто до сих пор не знает, где погиб и похороним его отец. И он единственный, кто своими глазами видел советского летчика-добровольца, который отправлялся в свою последнюю командировку в Китай. Евгений Опасов гордится своим отцом и сильно по нему скучает. Вот почему он не намерен прекращать свои поиски. Но настало время возвращаться в Россию. И неизвестно, когда Евгений Константинович в следующий раз окажется в Китае. Теперь поиски места захоронения советского летчика – это наша задача. Евгений Константинович, вам аналогично. Спасибо. Центральный телевизионный канал Китая. Я обращаюсь ко всем китайским товарищам, которые бы могли помочь мне в поисках моего отца, чтобы посмотрели архивные данные за 1938 год с 4 июля по 10 июля, период, когда было передано его тело в администрацию какого-то уезда. Спасибо. 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 И вам, ребята, спасибо. И вам. С 2005 года Евгений Опасов несколько раз бывал в Китае и пытался найти информацию о своем отце. Однако это было безрезультатно. Если бы нам удалось найти могилу героя, это было бы лучшее проявление благодарности советскому народу за его помощь. Евгений Константинович вернулся в Россию. Однако наши поиски продолжаются. Евгений Константинович вернулся в Россию. Евгений Константинович вернулся в Китае иiezарнеевiche данные в России. Евгений Константинович вернулся в Овбар Ссофовове с райзами. Как chúng мы неуем в тот институт. Поэтому мы не можем чтобы зрителей такой документ, чтобы им и обратиться в результате. Южные танки на 27-е, пораYaния 19-е, Евгений Константинович вернулся в Три-Ан-Руссове. В Редакторе военний слоев, Минутин был создавшим влиянием в Редактор. В России. В Китае многие занимаются исследованием и изучением этого периода истории. В деревне Годзиатсунь, провинции Цзянси, дедушка-мужчины по имени Годжи-Мин занимался поиском тел погибших советских летчиков в озере Паянху и последующим их захоронением. Рассказы дедушки Годжи-Мин тщательно записывал. И когда он услышал историю Константина Опасова, то сильно запереживал и пожалел, что мы не приехали лет 30 назад, ведь тогда его дедушка был еще жив. Дзян Вэн Лань, бывший профессор Педагогического университета науки и техники провинции Цзянси, поделился результатами своих исследований, ведь он всю свою жизнь посвятил изучению истории. Сейчас ему уже за 90 лет, и по состоянию здоровья он больше не может заниматься своей работой. Однако он искренне хочет помочь нам. С помощью Годжи-Мина и Цзян Вэн Ланя нам удалось многое узнать об истории антияпонской войны в Китае. Субтитры создавал DimaTorzok С апреля по июль 2016 года мы связались с архивными ведомствами в 10 с лишних уездах, в том числе в Нанчане, Хукоу, Синдзе и так далее. Однако записи о спасательных операциях советских летчиков в районе озера Паянху нам найти не удалось. Уже впоследствии в Китайской государственной библиотеке мы нашли статью в авиационных архивах, которые были изданы Китайским авиационным архивным бюро в 2004 году. Статья называлась «Гибель советского летчика-добровольца Опасова». Обстоятельства гибели примерно соответствовали тому, что нам говорил Евгений Константинович. Однако с разницей в три дня. Согласно статье, Константин Опасов погиб 7-го, а не 4-го июля 1938 года. В течение пяти месяцев члены редакции программы «Гибель советского летчика-добровольца» «Жди меня» собирали сведения и проверяли данные. В начале августа 2016 года к нам поступила информация из провинции Цзянси. Оказывается, нашелся человек, который предположительно был свидетелем спасения советских летчиков. Чтобы выполнить просьбу Евгения Опасова, мы отправились в район озера Паянху. Однако мы прекрасно понимали, что задача будет не из легких. Домает рекламные времена «Гибель советских летчика-добровольцы». Это в воде. Он удален в воде добро, и он не убил в воде. В ней летая в воде. Все подхватывали. Это мы не справляли в воде. Мы слышали, мы даже слышали. Городке жизни конечно нас было 90 лет назад. Наши поиски посвящены памяти Евгения Опасова о его отце. И мы верим, что однажды они увенчаются успехом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что мы собираемся следовать за группой ученых, которые занимаются сохранением флоры и фауны, например, таких животных, как лошадь Пржевальского. Продолжение следует... Меня зовут Джуй, присоединяйтесь к нам. Дуньхуан — это город, расположенный на северо-западе Китая, в провинции Ганьсу, на окраине пустыни Гоби. Возьмите место на шелковом пути, где пересеклись культура и религия. Добавьте сюда безлюдную красоту местности, и вы получите множество захватывающих культурно-исторических ценностей. Одна из них — руины ворот, которые когда-то соединяли восток с западом. Позади меня — переход Юймэнь. В старину купцы проходили именно здесь, откуда тропа разделялась, до самого Дуньхуана. Кстати, в 8 километрах отсюда находится станция прохода Юймэнь, и там наша база. Это место находится в 2500 километрах от Пекина. И у меня такое чувство, будто я вступаю в эру перед закатом цивилизации. Тут пустынно, загадочно, романтично. Но это не просто пустошь. Посмотрите, здесь есть вода, а там, где вода, там и жизнь. На этой исследовательской станции есть программа, в которой все желающие смогут принять участие в защите этой жизни. Еще будучи подростком, я была без ума от биологии и остаюсь без ума от нее до сих пор. Поэтому я записалась без промедлений. Станция на проходе Юймэнь – одна из нескольких исследовательских баз в национальном заповеднике западного озера Дуньхуана. Первый день в программе посвящен редким, находящимся на грани вымирания лошадям Пржевальского, названных так в честь русского путешественника, впервые описавшего их с научной точки зрения. Это здорово! С трудом верится, что мы посреди пустыни. Мы только что оказались на территории огромного огороженного заповедника, где лошади Пржевальского были выпущены в их естественную среду обитания. И сегодня мы будем помогать ученым в их долгосрочном исследовании. Мы будем наблюдать за лошадками, если мы, конечно, их увидим. Надеюсь, все же нам повезет. Мы будем наблюдать за ними издалека и собирать информацию, необходимую ученым, для сохранения этого вида животных. И, как обычно, перед практикой вначале немного теории. Над переводом пришлось поломать голову. Но из того, что я поняла, основная задача — защита этих плодородных земель. Почему этот природный заповедник так важен? Потому что это последний экологический рубеж между двумя все более расширяющимися пустынями. Кунтак, который находится здесь, и Такламакан. Поэтому сохранение этого природного заповедника — это проводимая совместными усилиями операция по спасению города Дуньхуана из лап пустынь. Такое уже случалось в прошлом. Так в Синьдзяне древнее царство Лоулань превратилось в дюны. Остается лишь надеяться, что благодаря мерам по сохранению и привлечению общественности такое больше не повторится. Ну а мы вновь отправляемся на поиски лошадей Пржевальского, единственных на Земле по-настоящему диких лошадей. Мы не будем терять надежду. Пусть мы пока и не увидели лошадок, но это напомнило мне о времени, проведенном в Африке, когда мы хотели посмотреть на носорогов и потратили на это 8 часов езды в сафари-автобусе и пешей прогулке по солнцепёку. Но они не появились до самого заката, и лишь только потом из темноты вышло несколько силуэтов. Это была целая семья носорогов. Было бы неплохо, если бы температура была меньше 40 градусов по Цельсию, и дорога не была такой ухабистой. О, боже, смотрите, там лошадки! Это потрясающе! Мы продолжаем наши сафари по ухабистой дороге, и я надеюсь, нам удастся увидеть больше лошадей. Давайте скрестим пальцы. Эти лошади довольно пугливые. Если мы подойдём поближе, они, скорее всего, убегут. Но кто знает. Может быть, нам повезёт, и мы увидим ещё лошадей. Это же так здорово! Их всего здесь около 40. Поэтому нам нужно глядеть в оба. Природный заповедник Западного озера настолько большой, что искать в нём лошадей всё равно, что искать иголку в стоге сена. Но никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Судя по записям, в мире сейчас насчитывается 3000 лошадей Пржевальского, что говорит о значительном успехе программы разведения этих животных в неволе. И всё это благодаря усилиям нескольких людей, живших в прошлом столетии. Если не принимать во внимание потерю генетического разнообразия, дела у лошадок идут неплохо. Две лошади и один маленький жеребёнок. Или даже два или три. Это так здорово. Вроде там три взрослых лошади и три жеребёнка. Они уходят от нас. Поскольку у нас появилась отличная обзорная точка, чтобы посмотреть на огненную семью, пора приниматься за дело. Нашей задачей в качестве волонтёров будет наблюдение за лошадьми в течение 30 минут. Нужно провести так называемый расширенный мониторинг и заполнить графы в таблице. Здесь у нас указаны названия семей, а в других колонках их действия. Например, либо они лежат, спят, едят, спариваются. И что интересно, у этих учёных налажен очень тесный контакт с лошадьми. Они даже с расстояния безошибочно определяют, кто где находится. И которые в зоу? Это семья у них есть, что произошёл с лея хвою. И в 13 лет, лея хвою улетворяют. В этой семье, мы называем Мэйнума. Мэйнума! Мэйнума! О, что! Он決定 сегодняшний час. Мэйнума! Это хаос. Я не знаю, что происходит. Похоже, что в нашу сторону бежит верблюд, и теперь нам самим нужно убегать. Мы искали диких лошадей, а вместо этого нас нашел верблюд. Я в шоке. Это безумие. Он так близко к нам подобрался, да еще и погнался за нами. Это невероятно. Я будто увидела мифическое существо. Это даже лучше, чем увидеть единорога. Сегодня мы поедем искать диких двухгорбых верблюдов, чтобы понаблюдать за этими вымирающими животными. Но вначале мы заедем в деревушку под названием Эрдунь, которая находится прямо на границе природного заповедника и пустыни. Это самая западная деревушка во всей провинции Ганьсу. Ну что, поконим? До деревни Эрдунь добраться очень легко. Нужно просто полчаса ехать по шоссе от исследовательской станции перехода Юймэнь. Что это, плавучий город? Мираж, который я увидела, это Эрдунь. Деревня с населением 300 человек. Конечно, я не так представляла себе оазис в пустыне. Но вы представляете там, с пальмами, водоемами и кристально чистой водой, в которую можно окунуться. Этот оазис гораздо больше и гораздо зеленее. Здесь практически каждая семья, живущая в этой пустынной деревне, выращивает виноград. Один местный житель рассказал нам о своем большом винограднике. Там, где заканчивается деревня Эрдунь, снова начинается пустыня, а вместе с ней наша волонтерская работа. Спасибо. Мы бросаем вызов стихии. И трудно проходимым местам, чтобы добраться до спрятанной камеры. Потому что нам нужно поменять карту памяти, так как она уже заполнена за эти дни. Так что, в данном случае, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. У меня было такое чувство, что мы проводим операцию под прикрытием. Как мы убедились, людей верблюды находят очень легко, но вот это они вряд ли обнаружат. Ученые делают это каждый день год за годом, ездят по пустынным дорогам и наблюдают за дикими животными. С вершины видно, как этот природный заповедник изнемогает от жары и переливается на фоне укутанного туманом горизонта. Холмы, что мы видим, это руины Великой Китайской Стены и башен, на которых когда-то несли службу солдаты, охранявшие этот ценный плодородный регион от набегов кочевников. Мы не нашли то, что искали, поэтому поиски продолжались. Затем, после долгого глядения в бинокли, мы заметили какое-то движение в 100 метрах от нас. Это были не дикие верблюды, которых мы искали, а семья диких лошадей. С трудом верится, что на этих животных когда-то охотились. Неудивительно, что действия человека, потери среды обитания и суровые зимы в середине 1900-х поставили этот вид животных на грань выживания. Вам должно быть интересно, как посреди пустыни образовался этот зеленый оазис. Причина – покрытая снегом горной цепи, которая находится в южной части этой местности. Когда снег тает, он стекает в почву, тем самым увлажняя всю территорию вокруг. Отсюда и зеленые земли посреди пустыни. Как это все здорово! Но даже несмотря на обилие зеленой растительности и влаги под землей, у животных все равно нет надежного источника воды. Это особенно относится к лошадям Пржевальского, которые появились в заповеднике Западного озера только в 2010 году. Мы остановились у одного из основных источников воды и собираемся помочь ученым в их работе по расширенной оценке состояния окружающей среды, измерению глубины водоема. Поскольку эти лошади были рождены в неболе, а затем выпущены в естественную среду обитания, они еще не привыкли жить в диких условиях. Поэтому ученым все еще приходится помогать им выживать. Поэтому они и создали для них пруды. Они выкапывают маленькие ямки в прудах, чтобы животные могли выпить воды в любой момент. Даже зимой ученым приходится приезжать сюда и долбить лед, чтобы лошадки могли пить воду. Надо полагать, что адаптация – это очень долгий и трудный процесс. Я надеюсь, что однажды лошадки будут скакать по этим местам свободными и по-настоящему дикими. Наша следующая миссия – это осмотр местной флоры. Вдали от влажных земель почва невероятно сухая, и растительность очень скудная. Большая часть этой территории абсолютно сухая, и местные растения уже адаптировались под условия местной окружающей среды. В этой местности произрастают два вида трав. Один из них – это верблюжий колючка, второй – это тростник, а также два вида деревьев – это дериза и тополь. По легенде, тополь может жить 3000 лет. Именно поэтому местные жители уважают это дерево за стойкость и силу. Два необходимых качества, чтобы выжить в столь жестких условиях. Это во всем уникальное дерево. Растения – такие же члены экосистемы, как и животные, поэтому они занимают огромную долю в исследованиях ученых природного заповедника. Как бы я не хотела целый день гоняться за верблюдами, в наших планах сегодня не только это. Мы собираем данные о травах и деревьях, растущих здесь. Сверяем соответствие по количеству на квадрате 30 на 30 метров и производим индивидуальные измерения. Звучит, конечно, странно, но на часах почти 6 вечера, а температура по-прежнему почти 40 градусов. Только представьте, каково исследователям, которые проводят на такой жаре целый день. Вернувшись на базу, я обнаружила, что исследователи на станции Юймэнь обладают разными талантами и проявляют их в силу необходимости. Видно, что они долго практиковались. Меня сейчас научат готовить эту особую лапшу. «От меня на кухне только вред, поэтому оставляют отдела полностью чистым». Супермаркетов поблизости здесь нет, поэтому все, что мы видим, выращено прямо здесь. И собрано вручную. И даже эта лапша. Урожай растет в этом климате плохо, но блюда простые и приготовленные с душой. «Это так круто. Думаю, вам будет интересно узнать, что я сегодня ужинаю с основателями всего этого проекта. Для меня это большая честь быть сегодня с ними. Они сделали все это возможным. И мы должны сказать им огромное спасибо за то, что позволили нам находиться здесь, и за то, что они так много делают для окружающей среды». Мы снова выходим на след верблюдов. После недавней встречи с Дунь-Дунем мы так и не увидели ни одного дикого представителя этого вида животных. В столь сухую погоду было принято решение, что поиск верблюдов продолжит только одна машина, чтобы минимизировать риски и повысить наши шансы. И нам в итоге повезло. О боже! Наконец-то мы нашли верблюдов. Как же долго пришлось ждать. Эти создания такие дикие. Даже не верится, что к ним можно подойти так близко. Похоже, что они убегают от нас. Но это лучше, чем бежать нам навстречу с намерением атаковать. Дикие двугорбые верблюды встречаются только в Китае и Монголии. И считается, что к 2033 году их популяция снизится на 80%. Взрослые особи достигают примерно двух метров в высоту и весят до 800 килограммов. Поэтому лучше не стоять у них на пути. Они такие милые. О боже! Я не могу! Я не верю, что он идет на нас. О боже! Слава богу, мы сбежали. Еще бы чуть-чуть и все. Я едва дышу, потому что здесь очень жарко. Нам пришлось бежать от Хуан Хуана, одного из двух агрессивных верблюдов. Другой? Дунь-дунь. Вот он. Если сложить их имена, получится Дунь Хуан. Их обоих спасли из дикой местности, когда им было примерно один год. Поэтому они любят людей. И я думаю, они просто пришли поздороваться. Кто бы мог подумать, что эти огромные создания окажутся такими очаровательными. Привет, красавчик! Это просто нереально. О боже мой! Они дерутся за наше внимание. Господин Лу поведал нам, что Дунь-дунь и Хуан Хуан постоянно дерутся. По правде говоря, Хуан Хуан однажды выгнал Дунь-дуня из стаи. И похоже, что он делает это снова. Кажется, что теперь металлический каркас, о котором можно почесаться, целиком принадлежит ему. Привет! Что ты там пытаешься сказать? Ты вернулся, чтобы уничтожить побольше оборудования? Железные леса сломались, потому что верблюды захотели о них почесаться, что демонстрирует их силу. О, как же моя сумочка! Ого! О-о-о! 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 Это же сумка моя! О-о-о! О-о-о! Не может быть! О-о-о! Он просто хочет почесаться! О-о-о! Он просто хочет почесаться! Эти зверьки такие интересные, не правда ли? Но на них до сих пор охотятся, чтобы в итоге одомашнить. Ведь в качестве домашнего скота до сих пор они представляют собой ценный ресурс. В Китае те животных осталось всего 500. И снова началось. Полагаю, что нам придется сидеть здесь еще полчаса. Исследователи собирают сейчас сухую траву. Они собираются накормить их и отогнать от нас. Они знают, где лежит еда. Какой он голодный! Слюной все вокруг забрызгал. Когда вся наша волонтерская работа была выполнена, мы отъехали на 90 километров в сторону от заставы Юймэнь, чтобы полюбоваться красивейшим видом. Это Дуньфуанский национальный геопарк Ярда. Ярда – это особые пустынные каменные образования, которые являются крупнейшими в Китае. Считается, что сотни тысяч лет назад это место находилось под водой. А место, на котором я сейчас стою, было руслом реки. С течением времени река начала высыхать. Начали дуть горячие пустынные ветра, и они превратили старый берег в то, что вы видите позади меня. Зеленые земли заповедника западного озера находятся будто в другой вселенной. Я как будто совершаю прогулку по гравию другой планеты. Несмотря на то, что ученые обнаружили здесь диких животных, это место чаще всего крайне пустынно, недвижимо, драматично и невероятно красиво. Много веков назад торговцы, паломники и кочевники, проезжавшие по шелковому пути, часто блуждали в этом природном лабиринте по несколько дней. Некоторые так и не выбрались. А те, кому это удалось, стали жить здесь, на этой беспощадной земле, с таким же прилежанием и рвением, как и исследователи, с которыми я познакомилась в этой поездке. Как бы банально это ни звучало, сохранение природы требует совместных усилий. Я так благодарна за этот опыт. Знаете, после того, как мы провели целый день, гоняясь за лошадьми и убегая от верблюдов, я на время забыла, насколько завораживающе красивым является это место. В моменты, подобные этому, когда солнце заходит, и видишь бесконечные дюны, линии песка, горы и зеленые земли вдали, в душе наступает покой. Субтитры создавал DimaTorzok Любой, кто приезжает в Южный Синьцзян, поражен обширности его территорий. Здесь климат сухой, с малым количеством осадков. Но вокруг Таримской равнины и пустыни Такламакан расположено множество оазисов. Когда видишь оазисы, то сразу видишь людей, живущих здесь. Взору представляются их песни и танцы, ароматные фрукты и ягоды, блестящее золото и драгоценные камни. Повсюду встречаются следы древних цивилизаций. Это и есть прекрасный Южный Синьцзян. Мы поведаем вам истории о жизни простых людей, живущих на этой земле. Аксу расположен у южного подножья гор Тяньшаня на северной окраине Таримской впадины. Своё название он получил благодаря воде. На уйгурском языке Аксу означает «город белой воды». Он служил важной почтовой станцией на древнем шёлковом пути, а также транспортным узлом между севером и югом. А ещё это колыбель культур Чауцы и Долан. Благодаря уникальному географическому положению Аксу накопил богатейший культурный потенциал. Вплоть до сегодняшнего дня множество традиционных культур сохраняют свой изначальный облик. Старику Насиру уже 83 года. Он танцует уйгурский народный танец Сенэм. Старинный уйгурский народный танец Сенэм развился из подражания движениям, которыми возделывают землю. Когда собираются земляки, то специально приглашают старика Насира. Для старика танцевать Сенэм – самое почётное дело. Звучит песня «Богатейший народный танец Сенэм» Утрупы народный танец Сенэм К искусству езда Куче округа Аксу сейчас проходят напряженные репетиции деревенского представления. Руководитель трупа Чуахра специально пригласил Насира, чтобы он руководил постановкой танцев. В 2011 году СНМ был включен в список охраняемых объектов нематериального культурного наследия государственного значения. Поэтому старик Насир – носитель государственного значения. В Куче он общепризнанный мастер танца. Насир уже не может выполнить некоторые трудные движения. Больше 10 лет назад Насир вступил в труппы народных искусств у езда Куче. С возрастом он стал очень мало выходить на сцену и больше времени стал обучать молодых людей танцевальным движениям традиционного СНМ. 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 Земляки часто собираются в гостях у Насира и танцуют под звуки веселых песен. А он сам тоже не может сдержаться и тоже начинает танцевать. Насир танцует вместе с молодыми людьми, надеясь, что танец с СНМ будет передаваться из поколения в поколение. СНМ. 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 Продолжение следует... 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 Орнаменты грима в пекинской опере крайне разнообразны. Проще говоря, их можно поделить на 4-5 видов. Например, сейчас на своем лице я нарисовал так называемые три черепицы. Когда я закончу рисунок, эти области вокруг глаз и рта будут напоминать три куска черепицы. Такой грим принадлежит военному персонажу. Еще лицо бывает раскрашено разными красками со множеством завитков. Оно называется суэлянь. Обычно у такого героя грубый характер. Еще существует одноцветный тип грима. Например, Баогун. Честный и справедливый чиновник. У него на лбу нарисован месяц. Такой амплуа называется джинлянь – целое лицо. Оно говорит, что персонаж довольно колоритный. По цвету грима также можно определить социальное положение, характер и моральные качества героя. Белый указывает на коварство и недоверчивость. Черный – на твердость и прямолинейность. Красный – на преданность и непреклонность. А желтый и зеленый цвета олицетворяют героя с раздражительным, жестким характером. В зависимости от пола, возраста, социального положения и профессии героя, амплуа в пекинской опере делится на шэнь, дань, динь, джоу. Амплуа шэнь – это все мужские роли, кроме хуаляни джоу. Амплуа дань – это общее название всех женских ролей. Амплуа динь, который еще называют раскрашенным лицом хуалянь, указывает на мужской персонаж с грубым неотесным характером. Джоу – это амплуа комического героя. Его переносица обычно посыпана белой пудрой. Наиболее сложные композиции грима чаще всего у героев амплуа динь и джоу. Это настоящая сокровищница пекинской оперы, театр имени Мэй Лан Фанин. Здесь меня ждет одна молодая актриса. Она поможет мне с гримом сегодня, с костюмами, научит парочке движений. И одним словом, я на практике здесь прочувствую, что значит традиционное китайское искусство пекинской оперы. Я предвкушаю скорее в гримерку. Субтитры создавал DimaTorzok Моё перевоплощение закончено. Как видите, на мне длинный халат с вышивкой. Это все символы, указывающие на статус моего героя. А вот здесь у меня дракон. Одежду с ним могут носить только обладатели высокого чина. Костюмы пекинской оперы можно условно разделить на шесть видов. Длиннополая одежда, короткополый халат, доспехи, головные уборы, обувь, а также аксессуары. Первая особенность костюмов пекинской оперы – они очень яркие и выполнены из шелка атласа. Имеют изящную вышивку. Во-вторых, костюмы строго различаются в зависимости от статуса и профессии героя. Цвет костюмов также указывает на положение персонажа. Фиолетовый, синий, зеленый и красный цвета указывают на принадлежность героя к чиновникам. А костюм желтого цвета – только у императора и императрицы. Фиолетовый, синий, зеленый и красный цвет. Фиолетовый, синий, зеленый и красный цвет. Фиолетовый, синий, зеленый и красный цвет. Нет, это мне не получится. О, какой. Чтобы быть такой прекрасной, я вместе с гримерами потратила два часа времени. И действительно, я поняла, что одна минута на сцене – это 10 лет за сценой. О, сколько. В 19-е или в 19-е, я знаю, что я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok 唱 念 作 打 表演 是一门综合艺术 歌剧它是一种很宏伟 就是比较大型的那种舞台 但京剧可能一个很小的台子 一个唱的人就可以 京剧主要唱的是中国的事情 中国的名著 国外的主要是唱的 也是自己国家的历史 感觉京剧它那个声音 是从口腔的上部出来 是一门综合艺术 歌剧它是一种很宏伟 就是比较大型的那种舞台 但京剧可能一个很小的台子 一个唱的人就可以 京剧主要唱的是中国的事情 中国的名著 国外的主要是唱的 也是自己国家的历史 感觉京剧它那个声音 是从口腔的上部出来 但是歌剧的唱的那个声音 它是从胸腔 这个就是比较浑厚 但是京剧的声音 它会比较尖锐一些 你看京剧它跟西方的歌剧 什么都不一样 它这个唱念坐标 四门功课都要具备吧 它的那个化妆啊 或者说在它的表达的方面 会有些不一样 它会有很多杂技在里面 其实澳洲的歌剧跟中国的经键 有相同之处 我认为 都是某种比较慢的表现形式 китайская культура и особенности местности сформировали в пекинской опере так называемые четыре умения и пять приемов четыре умения это пение, декламация, пантомима и акробатика пять приемов это игра руками, игра глазами, игра туловищем, подражание и шаги актер пекинской оперы должен владеть всеми этими навыками в совершенстве пекинская опера отличается от классической тем, что в ней помимо пения есть еще декламация элементы ушу и танца на сцене западной оперы много натуралистических декораций и реквизитов например, если по сценарию нужна лошадь они могут вывести на сцену живого коня в пекинской опере такое невозможно у нашего актера в руках будет хлыст олицетворяющий езду на лошади какого цвета хлыст значит такого цвета и лошадь манера пения в пекинской опере тоже другая в западной опере очень научная подача звука а в пекинской манера пения зависит от индивидуальных вокальных возможностей актера отсюда столько направлений например, если у меня широкий голос то я буду петь как можно шире если узкий то тоже смогу петь в своем диапазоне в пекинской опере тональность не важна в западной опере такое недопустимо там ты должен петь согласно тональности заданной арии если не дотягиваешь то не пой в пекинской опере в пекинской опере 还有 «Боллит», «Боллит» Ну вот, пару часов репетиции, я уже себя достаточно свободно чувствую на сцене. Спасибо вам, Александра, за вопрос. Благодаря ему я влюбилась в Пекинскую оперу. Это была программа «Вопросы и ответы». Пишите нам, и мы обязательно ответим. Мы завершаем программу. Ну а я буду наслаждаться ролью любимой императорской наложницы. Музыка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Фальстарт переворота. Венесуэльская оппозиция анонсировала свержение Мадура, но отступила под натиском полиции. Восхождение на трон. Нарухита официально стал императором Японии. Морское взаимодействие 2019. Китай и Россия завершили и береговую часть совместных учений. Здравствуйте. В эфире новости. В студии Василий Паршут и в ближайшие минуты я и мои коллеги расскажем вам о событиях в Китае и мире. В Венесуэле вновь прошли массовые протесты, которые быстро сорвались в силовые столкновения. Все началось с видеообращения лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Выступая на базе ВВС в Каракасе, он объявил, что смог заручиться поддержкой военных и готовиться к началу активных действий. После этого на улицы вышли десятки тысяч его сторонников, однако переломить ситуацию им не удалось. Толпу быстро разогнали полицейские, а президент Мадуро заявил о полной лояльности военного руководства властям страны. Резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Во вторник улицы Каракаса вновь превратились в поле боя между оппозиционерами и венесуэльской оппозицией. В интернете быстро разошлось видео, на котором военный автомобиль чуть ли не на полной скорости таранит группу протестующих. Позже власти страны заблокировали доступ к соцсетям, так что почти сутки разобраться в происходящем было непросто. За несколько часов до начала столкновений в Твиттере появилось видеообращение лидера оппозиции и самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо. Выступая на базе ВВС Каракаси, он объявил, что наконец заручился поддержкой военных и призвал своих сторонников выходить на улицы. Десятки тысяч человек последовали призыву, но насгвардия и полиция быстро дали понять, что лояльность не меняли. Итог – около 80 раненых и очередная волна протеста, закончившаяся ничем. Между тем, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что по его информации, власти Венесуэлы поначалу восприняли всё максимально серьёзно. А Николас Мадуро якобы находился в шаге от эвакуации на Кубу. По нашей информации, он был готов погибнуть страну и принять решение, к которому мы уже давно его подталкиваем. Но в итоге русские дали ему понять, что ему надо остаться. Мы надеемся, что он передумает и улетит. Мы поддерживаем национальное собрание временного президента Хуана Куайдо и народа Венесуэлы. Им пора восстанавливать свою экономику, чтобы голодающие дети смогли получить еду, а больные – доступ к медикаментам, которые прямо сейчас находятся на экранице их страны. Уже вечером выступления самого Мадуро транслировали по гостелевидению. Он заявил, что к мятежникам присоединилась лишь небольшая группа военных, тогда как командование вооружённых сил по-прежнему лояльно властям страны. Президент также подчеркнул, что предан Венесуэле своей жизнью и выразил негодование по поводу заявлений Помпео. Помпео заявил, что я якобы готовил самолёт для Попегу на Кубу и что русские чуть ли не сняли меня с трапа. Удивительно, так какого уровня может дойти безумие, ложь и манипуляция. Джон Болден пытался приказывать военным Венесуэлы присоединиться к перевороту. Но мы сорвали все их попытки. Невероятно, насколько далеко готовы за эти люди из правительства Соединённых Штатов. Поддержку Мадуро в очередной раз выразили Куба, Боливия и Россия. В российском МИДе призвали венесуэльскую оппозицию отказаться от насилия. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, происходящее в латиноамериканской стране – результат вмешательства США. Высказался и президент Перу. Он отметил, что разбираться в конфликте должен сам народ Венесуэлы, выступив резко против любых попыток военного вмешательства извне. Мы никогда не были согласны с перспективой зарубежной военной интервенции. Мы поддерживаем народ Венесуэлы, который требует от вооружённых сил своей страны на Эдибудь к возвращению демократии. Надеемся, что им удастся решить проблемы как можно скорее, ведь люди действительно страдают. Они выходят на улицы, потому что лишены минимально приемленных стандартов достойной жизни. И хотя очередную волну протестов в Каракасе быстро подавили силой, говорить о возвращении страны в фазу холодного противостояния между Мадурой и Гуайдо пока рано. Оппозиция дала понять, что готова пойти на обострение. И сейчас всё зависит от лояльности военных. Группа интересов, сплочённость и монолитность которой с каждым днём вызывает всё больше вопросов. В Японии прошла церемония интернизации нового императора страны Нарухита. Ему вручили символы его полномочий, большую государственную и личную печати, а также так называемые священные регалии, меч и драгоценную яшму, уложенные в ларцы. Третья регалия, металлическое зеркало, находится в храме, где пребывает богиня солнца Аматерасу, мифическая прародительница династии японских монархов. Церемония восхождения на престол состоялась в главном сосновом зале императорского дворца в центре Токио. В ней принимали участие представители трёх ветвей власти, премьер-министр Японии Синзуабы, член его кабинета, руководители обеих палат парламента, судей Верховного суда. Затем в сосновом зале прошла встреча нового императора с более широким кругом представителей общественности. На ней Нарухита выступил с первым обращением к нации в качестве монарха. Председатель КНР Си Дин Пин направил Нарухита поздравительную телеграмму в связи с восхождением на императорский трон. Напомню, Нарухита сменила на троне своего 85-летнего отца Акихита после его отречения от престола. Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Официальное оглашение результатов состоялось после обработки и подсчета оригиналов протоколов. Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей. Действующий президент Петр Порошенко – 24,45%. Явка была довольно высокой – более 62%. Инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального опубликования результатов выборов, то есть не позднее 3 июня. Точную дату назначит Верховная Рада. У 41-летнего Владимира Зеленского нет политического опыта, и он наиболее известен за роль президента в украинском сериале «Слуга народа». Это также представляет собой период неопределенности для Запада и России. Ранее он неоднократно обещал положить конец войне в восточной части Донбасса и бороться с коррупцией. Президент Ирана Хасан Рухани подписал закон, признающий террористическими формированиями все дислоцированные на Ближнем Востоке вооруженные силы США. Американское правительство в документе названо спонсором терроризма. Силовым ведомством разведки и МИД Исламской Республики предписано принять меры для безусловного исполнения нового закона. Этим документом Тигран ответил на решение президента США внести корпус стражи Исламской Революции в список иностранных террористических организаций. Американские власти объяснили этот шаг тем, что, по их мнению, корпус стражи участвует в террористической деятельности, финансирует и продвигает терроризм в качестве инструмента государственной политики. Дональд Трамп также продлил действие эмбарго на поставки нефти из Ирана. До этого в Госдепартаменте заявили о намерении ввести полный запрет на покупку иранской нефти. Рухани в ответ объявил, что Иран продолжит экспортировать нефть, смотря на все введенные со стороны США санкции. В ближайшие несколько месяцев американцы сами убедятся, что мы продолжим экспортировать нашу нефть. Они могут прекратить пути по ставкам, но это не тот случай, когда он единственный. Мы будем осуществлять экспорт нефти всеми возможными способами и противостоять США. С аналогичным заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, подчеркнув, что с тегераном нельзя говорить на языке давления и угроз. Позже глава Генштаба Вооруженных сил Исламской Республики Мохаммад Багери заявил, что страна перекроет Армудский пролив, через который около 80% нефти идет в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, если ее вынудят к этому враждебные силы. Напомним, 22 апреля администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет продлевать действия исключений санкции на покупку иранской нефти. Белый дом рассчитывает, что благодаря этому решению экспорт черного золота из Ирана сократится до нуля. В Циндао, провинции Шандун, продолжается китайско-российские учения морской взаимодействия 2019. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота России вышел в море вместе с военно-морскими силами КНР для отработки практических навыков. А во вторник морские пехотинцы двух стран провели сухопутные учения. За происходящим наблюдала наша съемочная группа. Морская пехота в действии. Команды Китая и России во вторник оттачивали военное мастерство на соревнованиях в рамках совместных учений. Важнейшие навыки — стрельба и преодоление 400-метровой полосы препятствий. Китайские морпехи одержали победу в упорной борьбе, что, впрочем, неудивительно. Российские морские пехотинцы не знакомы с местными тренировочными полигонами. Но мы в восторге от их представлений. Очевидно, что индивидуальное мастерство на очень хорошем уровне. Учения направлены на повышение уровня координации совместных действий по обороне на море и призваны улучшить способность флотов вместе противостоять угрозам безопасности. Что касается китайских военнослужащих, они показывают себя с наилучшей высшей стороны. В частности, по стрельбе они стреляют, как настоящие профессионалы. Далее по плану практические действия непосредственно в море, которые корабли двух стран будут отрабатывать у берегов Китая с 1 по 4 мая. Василий Сулкашевич, СИДЖИТИЯ Интернеделя – один из самых известных молодежных форумов России. Проходит он в Новосибирске. Студенческий фестиваль дает возможность познакомиться с культурой и историей нескольких десятков стран. Подробности у нашего собственного корреспондента Светланы Шуваевой. Интершествие – самое массовое и веселое мероприятие Интернедели. Флаги, плакаты с несерьезными лозунгами. То ли репетиция первомайской демонстрации, то ли карнавал. 50 лет назад Интернеделю придумали в Новосибирске как вклад в борьбу с мировым империализмом. Но сейчас в ней совершенно нет политики. Целую неделю длится фестиваль в студенческом городке. Мастер-классы, выставки, интеллектуальные игры, концерты. В этом году впервые устроили интернациональное чаепитие. Чай пьют во всех странах, но по-разному заваривают. Сначала я кипячу воду и молоко, и добавляю чайные листья. Затем долго перемешиваю, примерно полчаса, и добавляю сахар. Даже традиционный русский чай для кого-то оказался открытием. Конечно, это на любителя каждой, но, по крайней мере, там реально, знаете, это как каких-то трав из Сибири, вот этот привкус. Вот лично мне понравился, интересно. Все, что происходит на Интернеделе, придумали и сделали сами студенты. Администрация НГУ лишь немного помогла с организацией. Ни в коем случае никогда не заставляем. Мы предлагаем, мы рассказываем, как это было в прошлом году, и тут включается некоторый азарт. Как? В прошлом году кто-то сделал, мы сделаем это лучше в этом году, это будет еще интереснее, и к нам придет еще больше людей. Поэтому только азарт, только искреннее желание что-то сделать и показать свою культуру. Многие мероприятия открытые. На Арбат в интернациональный палаточный городок приходят семьями. Наверное, самый простой, быстрый и приятный способ познакомиться с культурой другой страны – это еда. Почти все участники Арбата очень хорошо подготовились, приготовили свои самые популярные национальные блюда. Андрей Медведев учит китайский язык и увлекается китайской культурой. Сегодня он готовит не блины или пельмени, а лапшу с овощами по-китайски. Когда были в Китае путешествия, например, я и Соня тоже, мы очень впечатлились китайской уличной едой, как они готовят на воках, и вообще мы насмотрелись и решили притворить жизнь здесь. Еда, музыка и спорт, понятные без перевода – основные составляющие интернедели. На интериграх соревнуются в самых разных дисциплинах – от настольного тенниса и шахмат до боев на мячах. Здесь есть чемпионы, но нет проигравших. Отличная иллюстрация расхожего выражения – победила дружба. На всех площадках действительно очень дружеская атмосфера. Мы познакомились с очень многими иностранцами. Мы разговаривали о литературе, о культуре. Интернеделя помогает иностранным студентам почувствовать себя как дома, а новосибирцам – совершить кругосветное путешествие, не выезжая из города. Светлана Шуваева, Дмитрий Кабанов, CGTN, Новосибирск. И к этой минуте у нас вся информация, а следить за новостями вы также можете на сайте нашего телеканала Russian.CGTN.com. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Земля – планета, которая держится на лучах света. Арктика – место соединения света и всего сущего, как будто на нашей планете есть другая планета. Лед – он знает миллионы лет истории. Снег – у него более ста имен. На северном полюсе, стоя на одном месте совершаешь кругосветное путешествие. Небо и земля здесь покрылись льдом и создали белоснежную культуру, принадлежащую всему миру, скрепленную печатью в виде солнца и северного сияния. Мы выбираем различные интервалы времени обычного дня, пытаясь стремительно пересечь поверхность северного полярного круга, подобного циферблату часов, ощутить край мира. В Арктике, этом родимом пятне, тающем на голубой планете, проявляется воля неба. Полночь на 21 миллионе квадратных километров – это полночь за северным полярным кругом. После заката в других местах мира здесь появляется солнце. Самая северная точка Аляски-Барроу – полночь. У берега Северного Ледовитого океана есть баскетбольная площадка для молодежи. Над этим краем уже тысячи лет разносится барабанный бой коренного населения. Неподалеку от Прадха-Бэй с севера на юг идет нефтепровод, протягиваясь на 1300 километров. Крыша земного шара покрыта океаном. Российский атомный ледокол «50 лет победы» в десятый раз отправляется на Северный полюс. На крыше земного шара еще есть самый большой остров в мире. В полночь одновременно начинаются сильный снегопад и концерт. Ледяной фьорд и лулиссад. Исследователи обсуждают план экспедиции. Дэвисов пролив. Синее море подобно тутовой плантации. Судно для ловли креветок встречает урожайную ночь. Солнце над канадской рекой Юкон в полночь отражается в бурлящей реке, протянувшейся на 3000 километров. Нашей планете уже более 4,5 миллиардов лет. Один камень, найденный в Гренландии, пролил свет на возраст этого самого большого острова. В Гренланд we have rocks that go back to 3.8 billion years ago, which are the oldest rocks you can find basically on Earth. It turns out that the oldest rocks on Earth actually have signs that life was already present on Earth and there was microbial life in the oceans. It has all the geologic history from that point until now. So all major things that happened on Earth, you can actually study in Гренланд. Вы можете сказать, что это первый сертификат для жизни на Земле. Это вот эта река. Свету уже более 4,5 миллиардов лет. Камням по 4 миллиардов. А человечество появилось всего 2 миллиона лет назад. История планеты исчезает в море времени. А эти рисунки единственные рассеянные острова, которые вышли на морскую поверхность времени. Это знаки, оставленные предками для ушедших оттуда людей, по которым можно вернуться домой. Около 100 лет назад ранним утром в снежной хижине родился Нанук. Нанук с севера – первый документальный фильм в истории человечества. Он был показан на экранах в 1922 году в Нью-Йорке. Режиссер Роберт Флаерти впервые показал цивилизованному миру инуита, почти не изменившегося за 10 тысяч лет. В апреле в 5 утра снегоупорочные машины заново вырезали административный центр Гренландии нук из метровых сугробов, нападавших за ночь. В 5 часов утра. Республика Саха – Россия, родина мамонтов. Шаманы ждут первого утреннего луча солнца. Потом эмбрион вот вырастал, и руки, ноги отделялись. Это пошла Австралия, Африка, Америка, Европа, и голова осталась. Вот голова там внутри, волосы, это вот медведя, кьян. А сердце – наша земля Саха. Он каждый день должен общаться со светом. На протяжении более 10 тысяч лет первый луч света каждый день освещал следы самых древних людей Северного полярного круга, которые отсюда переходили Беринга в пролив и достигали Северной Америки. Он освещал последнего мамонта, а также был свидетелем глобального потепления, имевшего место 12 тысяч лет назад и окончания ледников четвертичного периода. Свет стал свидетелем распространения человечества по более теплому югу и начала эпохи сельского хозяйства и промышленности. Когда современный человек раскопал скелет мамонта из-под покрова вечной мерзлоты, люди из той же эпохи, что и мамонты, уже стали ягутами, ненцами, инуитами, саамами и индейцами, проживающими за полярным кругом. Они вместе с более пятью тысячами коренных сообществ из около 70 стран составляют 370 миллионов коренных жителей современного мира. Сегодня около двух миллионов коренных жителей полярного круга делятся арктической белоснежной культурой с этим пестрым миром. Лав озеро, Россия. Снегокаты называют северными оленями, требующими зарядки. В нескольких сотнях километрах находится Трамсё, Норвегия. Северные олени, проживающие вместе с человеком миллион лет, участвуют в уличных состязаниях. Девять утра. Икалуид, Канада. В июле морская поверхность еще покрыта льдом. Соединение между ледоколом и сушей на протяжении последнего километра выполняется вертолетом. Самая северная деревня Аляски, Нуик-Суд, местные жители никогда не говорят, что море покрывается льдом. Они говорят, что море еще не растаяло. Когда море растает, появится много-много жизней. Кит – центр местной культуры. Когда-то один кит мог целый год служить пищей для всех жителей этой деревни, в которой проживает 400 человек. Продукты питания, перевозимые по воздуху, выглядят одинаково. Но откуда берется кит? Как он тут проплывает? Каждый человек может рассказать свою легенду. В инуитском языке нет слов убивать и война. Есть только уважение и благодарность к природе. Они благодарны китам за то, что они готовы пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы прокормить целую деревню. Предки танцевали танец одеяла, чтобы увидеть, нет ли в море кита. За счет кувыркания китов на море появляются волны. Самые северные 400 человек мира, как 100 тысяч инуитов, проживающих за полярным кругом, рождаются здесь и приземляются, подобно циклу, повторяющемуся раз в более чем 10 тысяч лет. На одеале Томпсон как будто увидел предков, совершенно не обращая внимания на то, что на дорожных знаках написаны сотни и тысячи километров. Десять утра. Ледовая база Борнео. Транзитная станция по пути на Северный полюс. Здесь самый кратковременный аэропорт в мире. Взлетно-посадочную полосу можно использовать лишь один месяц. Еще сто лет назад здесь был дом коренного населения Северного полярного круга, который стоял уже более 10 тысяч лет. Чтобы семье Нанука пройти одну милю, нужен целый день. Можно было в любой момент умереть. Не было и камня, чтобы сделать надгробие. Место охоты на Нанука по размерам почти такой же большой, как и вся Англия. Но на ней лишь более 300 инуитов. У живущих в белых снегах более 10 тысяч лет. Иногда самым ценным имуществом было просто имя. Если море приносило дерево, это вызывало большую радость. Редко встречая исследователей и приезжих, инуит и спрашивали. Ты пришел с Луны? В 1907 году в Керуне на самой высокой горе и на самом большом озере в Швеции, а также в месте, которое проходят северные олени во время миграции, обнаружили самое большое месторождение железной руды в мире. В 10 часов утра Анна отправляется в деревню Николуокту, которая находится в получасе езды на машине от Керуны. Этот принесенный ветрами саамский род в 100 лет живет на прежнем месте. Появление железного рудника изменило жизнь саамов, которые строили из веток юрты на земле. Эта саамская семья построила дом на открытой местности для адаптации к изменениям направления ветра, завершив столетнее переселение судеб четырех поколений людей. Отцу Анны уже 86 лет. Он умеет говорить только по-саамски. Он рассказывает людям о книге по саамской культуре умершего саамского писателя Нильса. Северные олени и люди живут плечом к плечу уже более миллиона лет, а в последние почти сто лет они стали еще ближе. Сыну Анны надо идти на вершину горы, пасти оленей. В наушниках играет самая новая поп-музыка. Его дядя уже стоит на горе, на которой стояли предки. Саамы ценят свою историю. То, что рассказала им земля, отражается у них на лицах, течет в их крови и начертано в книгах. Этот дом на открытом пространстве рассматривается как сцена большой земли. Люди в книгах, на фотографиях, в истории как будто лишь сменили внешность и возраст. Сейчас они опять пришли сюда. Тогдашние ученые забирались в горы пешком, нынешние ученые уже поднялись в небо. Северные олени с миллионной историей и род со столетней историей. История высечена на наскальных рисунках и передается дыханием. Маршрут миграции оленей можно изменить государственными границами, авто- и железными дорогами. Переселение саамских судеб осуществляется в жизненных пейзажах, течет в их крови. Габба-вайви, которое означает, что головы в небо. И все эти слова могут быть потеряны, потому что в современных временах, больше и больше говорится, что это рейнер или это рейнер. Вы приходите из-за чего-то, вы имеете историю. Даже если время изменится, как саамские люди, мы никогда не оставили важность природы. И мы хотим спасать ее для следующей генерации и следующей генерации. Сегодня 70 тысяч саамов живут в четырех странах. Они по-прежнему в соответствии с жизненным укладом оленей делят год на восемь времен года. На саамском языке слова «олень» и «жизнь» отличаются лишь одной буквой. С рождения они надевают одежду, сделанную из оленей шкуры, и когда они умирают, их заворачивают в оленю шкуру. Саамы и олени вместе рождаются и умирают. Первый день мая Саамы-Кируны зажигают костер навстречу солнцу. Невдалеке – железный рудник, который разрабатывают сто лет. Весь город полностью выкопали. Земля превратилась в барабан из оленей кожи. Весь город вынужден переезжать. Самые переселявшиеся тысячи лет знают, что высокие горы, озера и железный рудник похожи на орнамент на барабане из оленей кожи. Где бы там ни было, земля, на которой стоят наши ноги, это и есть дом и судьба. В день летнего солнцестояния солнце, как тотем, не садится. В этот день многие народы канадской Оттавы отмечают национальный праздник. На большом расстоянии в Аляске, в Анкоридже, весь город тоже ликует. На протяжении тысяч километров, в течение тысяч лет, танец тела и танец времени, подобное изгибам гор, являются выражением неба и земли. Далеко от шума города Анкоридж, полдень, горная вершина, на которой остались лишь деревянные столбы. Это называется Чикалун. Из 21-го горного пика Северной Америки 17 находятся на Аляске. Большие горы и реки вскормили 100 тысяч коренных жителей. У каждой горы есть имя, есть своя история. Предки-вождя племени Тукчулата – основоположники индейского царства на Аляске. Фотография предков висит на горной вершине филиала университета Аляски в Фэрбэнксе. Там место, где индейский вождь молится небу. Самый большой город Аляски Анкоридж появился благодаря строительству железной дороги. Памятник командиру Куку смотрит на садящееся солнце. На указателе указано, что солнце в разные времена года садится у разных гор на горизонте. Но солнце осталось, а горизонт изменился. На горизонте появился нефтепровод, в море – буровая платформа, угольная шахта – глубоко в горах – и пламя горящего природного газа. С тех пор, как здесь обнаружили природное богатство, горы перестали использоваться только для того, чтобы смотреть высоко в небо, молиться небу и загадывать желания. Символ белого медведя индейца отобразили на самолете. Они смотрят с неба на изменения, произошедшие в мире. Начиная с 1972 года, вождь Тукчулат основал первую на Аляске школу, управляемую племенем. Они печатают свои учебники, рассказывают свои истории. Иногда на занятия приходят 70-80-летние старики, потому что в молодости им запрещали говорить на родном языке. В том же году, после трудного сопротивления на Аляске, основали 12 организаций самоуправления коренных жителей с целью помогать коренному населению адаптироваться к современной цивилизации. Племя, в которое вождю Тукчулату больше всего нравится ездить, находится на краю дороги. На краю суши начинается море, на краю моря соединяются горы. Над горой парит орел. Наблюдать будущее и думать об улыбке предков можно без конца. За Северным полярным кругом имеется не один, а много краев. Российский атомный ледокол прибыл на Северный полюс. Что же там на краю мира? Французский искусствовед Франсис летит в Гренландию. Летит к камню, которому 3 миллиарда 800 миллионов лет. В комнате живет группа исследователей. Многие из них уже бывали на краю света. Известный спортсмен Тьери потерял в катастрофе обе руки. Исследователь Франк, когда ему было 18, потерял на войне ногу. Исследователи изучают место погружения на следующий день. Фьорд и Лулисад внесен в список природных объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Прошло 5000 лет, а здесь по-прежнему проживает 4000 человек. Однако, если добавить к этой цифре бесчисленные айсберги, плавающие в море и не тающие сотни лет, и добавить пернатых, тогда жизнь превзойдет понимание и количество. У заснеженных земель тоже есть жизнь. В далекие времена здесь все было покрыто снегом и льдами, и не росло ни травинки, не было бумаги и ручек. Инуиты записывали свои истории на снегу. История начиналась со снегопада и заканчивалась снегопадом. И я очень счастлив. Я очень счастлив. Потому что я счастлив. Субтитры создавал DimaTorzok В 4 часа дня эти люди, бывавшие на краю света, начали нырять в первом месте обитания человека. На земле, которая ранее могла подарить лишь имя, в море и на камнях, взрастивших жизнь, они сообщают матушке земле свои имена и на снегу пишут свои истории. Взаимосвязаны ли край жизни и край света? У него нет ноги, у него нет руки. На краю света они обнаружили, что когда они вместе, в них нет изъяна. Франсис стоит на берегу моря, в самом первом месте проживания предков. Тогда охотники, наблюдая проекции облаков на лёд, прогнозировали погоду. Сегодня лёд и облака меняются, а изменения само по себе жалоба предков. Учёные говорят, если лёд Гренландии полностью растает, то морская поверхность мира поднимется на 6 метров. А род предков пошёл отсюда и впал в глубокий душевный мир сотни миллионов жизней различных уголков мира. Субтитры создавал DimaTorzok На большой земле, появившейся 3 миллиарда 800 миллионов лет назад, край мира – это начало света. Когда приезжаешь на Северный полюс, там можно остановиться лишь на один час. Купание на Северном полюсе ограничено до нескольких секунд и нужно выходить на берег. Река Юкон длиной 3000 километров подобно матери вскормила индейцев. Золотая лихорадка столетней давности вымыла из неё блеск. Эта река стала свидетелем грандиозных исторических перемен. Благодаря ей обычные люди обосновали в этом уголке мира свой дом. Галина – остров на реке Юкон, Аляска, где проживает 400 человек. Столетний Сидни Хантингтон – один из долгожителей Аляски. Книга его детства «Тени на Каюкуке» – популярная американская книга. В ней он записал истории реки Юкон. Вниз по реке он построил свой дом, как в самой лучшей сказке на этой планете. Одно внезапное событие изменило всё. По реке поплыл не лес для строительства домов, а лёд, разрушающий их. Льды на реке Юкон треснули, и река, отдавшая жизнь, принесла разруху. Лесная сказка превратилась в сказку про конец света, подобно Нойву Ковчегу. Из-за этого события в Галине зародился один из передовых в мире стройотрядов, отвечающих за повышение домов. Командир стройотряда – сын Сидни Хантингтона, Тамара Хантингтон. У него нарушение слуха, и он может лишь говорить на языке немых. Но он слышал звук конца света. Его руки, его тело до сих пор подобны волнам, поглощающим тогда весь остров. Своим троим детям он дал имена притоков реки Юкон. По воспоминаниям ребёнка о конце света, их дом потопила река, которая дала имя ему самому и братьям. Мир, состоящий из зелёного, чёрного и синего. История и дома живут на берегу реки. Люди живут на берегу, размножаются, создают цивилизацию. Изменение капли воды в итоге узнаёт весь мир. Арктика уже давно не изолирована от мира. В 1922 году фильм «Флайерти» «Нанук Севера» был назван первым документальным фильмом в мире. Почти через полвека, в 1960 году, лингвисты объявили, что в племени Аляски под названием Яки. 42-летняя женщина по имени Мэри стала последним человеком, который владеет языком этого племени. Она стала символом исчезновения коренных языков мира. В 1960 году Клаус закончил университет Гарвард и прибыл в филиал университета Аляски в Фербенксе преподавать французский язык. В 1492 году Колумб обнаружил новый континент Америки. Это самые эффективные 500 лет в изменении мира человечеством. А также 500 лет, когда постепенно исчезали земли коренной культуры. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Земля. Планета, которая держится на лучах света. Арктика – место соединения света и всего сущего. Как будто на нашей планете есть другая планета. Лёд. Он знает миллионы лет истории. Снег. У него более ста имён. На Северном полюсе, стоя на одном месте, совершаешь кругосветное путешествие. Небо и земля здесь покрылись льдом и создали белоснежную культуру, принадлежащую всему миру, скреплённую печатью в виде солнца и северного сияния. Мы выбираем различные интервалы времени обычного дня, пытаясь стремительно пересечь поверхность северного полярного круга, подобного циферблату часов, ощутить край мира. В Арктике, этом родимом пятне, тающем на голубой планете, проявляется воля неба. В 1922 году фильм «Флайерти» «Нанук Севера» был назван первым документальным фильмом в мире. Почти через полвека, в 1960 году, лингвисты объявили, что в племени Аляски под названием Яки. 42-летняя женщина по имени Мэри стала последним человеком, который владеет языком этого племени. Она стала символом исчезновения коренных языков мира. В 1960 году Клаус закончил университет Гарвард и прибыл в филиал университета Аляски в Фербенксе преподавать французский язык. В 1492 году Колумб обнаружил новый континент Америки. Это самые эффективные 500 лет в изменении мира человечеством. А также 500 лет, когда постепенно исчезали земли коренной культуры. Люди из районов к югу от Арктики приходили сюда по разным причинам. По некоторым данным, в 60-е и 70-е годы 20 века, в период бума, освоения Арктики, на Северном полюсе произошли изменения, превзошедшие общее количество изменений за прошлые 10 тысяч с лишним лет. В 60-е годы прошлого века огромные изменения дошли до критического значения. Белоснежная культура Северного полюса, которая принадлежит всему миру, обрушилась подобно айсбергу. Зимой 1960 года профессор Клаус написал письмо ректору университета, в котором говорилось. Almost extinct, then on the road to extinction. Keep their languages alive. Before they disappear, burned all the school books they had made, and put the children in boarding schools' language, murder. If the children no longer speak the language, what future does it have? And that is a very serious, probably fatal, change. Most everywhere it was bad. Language, I would call it, is the spirit, the soul of a culture. Should first write these languages down and make a good record of them before they disappear. Very difficult question. And I've tried everything that I can to keep their languages alive. To turn that around. Iyak. В 1960 году, взяв старый диктофон и записную книжку, профессор Клаус повстречал последнего в мире человека, владеющего ягским языком. Записная книжка 1960 года – это первые записи, где отражены последние звуки. В документальном фильме 1995 года под названием «Не просто слова» впервые с помощью кино были записаны кадры встречи профессора Клауса и Мэри. Начиная с 1960 года, вплоть до смерти Мэри, почти полстолетия профессор Клаус бесперерывно работал с ней. В этом звуке есть история горы Денали и есть история реки Якон. В 60-е годы прошлого века большие изменения достигли критической величины. В то время человек уже прошел две мировых войны, уже поднялся на Джамалунгму и на Луну. Подобно священности каждого шага космонавта по Луне, профессор Клаус звук за звуком записывал первые и последние следы этой этнической группы на Земле. Это коренное население некогда спрашивало редко встречавшихся приезжих «Ты пришел с Луны?» Для профессора Клауса каждый их звук представляет человечество. Каждый звук и есть яркая Луна. Последний лунный свет, озаривший людям путь предкам. В 1974 году профессор Клаус нарисовал карту коренных народов и языков Аляски. Это первая полная языковая карта коренных народов Аляски за 12-тысячелетнюю историю. Коренное население, привыкшее наблюдать, как место обитания делится на знаки золота, полезных ископаемых и нефти, за всю свою жизнь впервые увидели на этой карте блеск и цвет собственной культуры. В 1973 году люди сделали первый снимок Земли. В 1974 году были построены башни-близнецы Нью-Йорка. Тогда же, в 1974-м, на этой карте, при помощи 20 цветов нарисовали наскальные рисунки Альты, выполненные дыханием и языками 100 тысяч коренных жителей Аляски за 12 тысяч лет истории. Сейчас Центр исследований коренных и языков Аляски стал самой большой базой данных по коренным языкам мира. Уникальные вещи мира отпечатаны в виде наскальных рисунков Альты на бумаге. Город Уиттиер на Аляске соединен с внешним миром с помощью лишь одного тоннеля. Во всем городе лишь 200 человек. 200 человек живут в одном здании. Одно здание и является собой город. Мэрия, магазин, церковь, кофейня, центр города, пристань, железная дорога и даже развалины. Каждые две недели к берегу причаливает роскошный лайнер. Будучи коренными жителями Земли, мы живем под одной крышей. А помним ли мы первоначальный язык? В 1994 году профессор Клаус нарисовал карту инуитского языка. На вершине мира люди увидели международный язык, пересекающий государственные границы, циркуляцию инуитского языка за северным полярным кругом. На инуитском языке инуит означает человек. В 2014 году одна норвежская телепередача поставила мировой рекорд. Вся передача была очень проста. Поезд движется вперед, пароход движется вперед, больше ничего. Передача привлекла миллион зрителей и даже создала рекорд беспрерывного прямого эфира в 134 часа 42 минуты и 45 секунд. В новом понятии медленного ТВ люди начали замедляться. Люди при помощи изобретенных для путешествий по всему миру транспортных средств пересекали реки, высокие горы, тоннели, проходили через время и сезоны, и ветра, и непогоду. Начали возвращаться домой, пока этот дом есть. Пока есть еще север, пока есть еще лед, пока есть еще снег. Эти антропологи, слушающие барабанный бой, 30 лет назад впервые прибыли в Гренландию собирать народные песни, да так и не уехали. Из нескольких тысяч записей они издали несколько сборников, подарив миру барабанный бой белоснежной культуры Крайнего Севера. В тихих, беззвучных льдах барабанный бой рассказывает не об истории. В барабанном бое объединены истории двух потеплений за 12 тысяч лет. Глобальным потеплением 12 тысяч лет назад завершился ледниковый период четвертичного периода. Человечество начало переселяться в теплые края. Эта планета, устремившись по следам человека, получила небывалый внешний вид. Только лишь в Арктике остались снега и льды тех времен. Но при нынешнем глобальном потеплении снег тихо тает, потрясая небо и землю. Люди возвращаются сюда, издают свои звуки, защищают эту последнюю белоснежную культуру. Белоснежная культура Ученые по-своему интерпретируют миру мудрость. Белоснежная культура Старинные жители с помощью ремесел выражают много смыслов. Они подобны наскальным рисункам Альты. Людям лишь нужно воплотить смысл в форме. Люди собирают картины коренных жителей, делясь с миром волшебством одушевленности всего сущего, где камень символизирует землю, а бумага символизирует белый снег. В местах, где проходит Северный Паярный Круг, есть священные знаки широты. Эта земля незнакома и удивительна. За чертой в 66 градусов и 34 минуты северной широты можно войти в сказку. Это стаи рыб, птицы, море, айсберги, не тающие миллионы лет. Это вершина планеты, корона из снегов и льда. Эта волшебная широта нарисовала Северный Полярный Круг в виде фрески и циферблата с часовой стрелкой. Пройдя через взгляды покорителей и разметку завоевателей, Север принял многочисленных исследователей и защитников. 6 апреля 1909 года американский исследователь Роберт Пири стал первым человеком, побывавшим на Северном полюсе. Он получил финансирование от Национального географического общества США. Журнал National Geographic за 126 лет собрал богатейший материал этих исследований. Северный Полярный Круг Северный Круг Северный Круг Северный Круг Северный Круг Северный Круг Северный Круг Ледяной мастер Тирье Исунгсет – основатель норвежского фестиваля льда. 15 лет назад выступление «Ледяной водопад» заставило его обнаружить, что лед тоже может рассказывать истории. В 2015 году во время первого снега Тирье приехал в Пекин. Лед всего мира – рассказчик истории. Каждая глыба льда прошла свой уникальный путь. У льда есть жизнь. Тирье работал с 500-летним льдом, с 10-тысячелетним льдом и даже со льдом возрастом миллион лет. Все они издают разный звук. Из-за потепления климата многие древнейшие льды мира уже покинули земной шар. Тирье говорит, что лед наших городов уже не может издавать такие же звуки, как древние уходящие льды. Ледовый музыкальный фестиваль находится между небом и землей. Это символ. Давным-давно земля была ледяной планетой. Прошли миллионы лет и появилось человечество. 100 миллионов лет, 10 тысяч лет, тысячу лет, 100 лет. Благозвучие всего сущего превосходило язык. Кусок льда знает истории за 10 тысяч лет. Саамский писатель Ингви Рид написал книгу «Более ста имен снега». Город Йокмак в Швеции – административный центр шведских саамов. Этот городок с населением в 2000 человек является родиной книги «Более ста имен снега». Он написал более 10 книг, в том числе «Как выжить в дикой природе», «Как подружиться с лошадью» и «Более ста имен снега». Он записал истории про саамов и природу. Каждый день, каждый год, на протяжении 30 лет он постоянно писал. Люди говорят, что из этих древнейших историй он вернулся в детство жизни. Но мы опоздали. Этот саамский сын в 2013 году покинул этот мир. Покинул этот мир, где у снега более сотни имен. Незаконченное им произведение – это имена, которые саамы дали птицам, имена, которые саамы дали звездам. На его надгробии нет имени. Обложка книги «Более ста имен снега» висит на стене Центра исследований коренных языков филиала Университета Аляски в Фэрбэнксе. В 2008 году Мэри умерла. На новой карте коренных языков 2013 года еще есть название языка «Як». Пока есть это слово, на карте есть цвет и название этой культуры. В 2014 году официальный язык Аляски с английского поменяли на английский и 20 коренных языков на основании карты коренных языков, нарисованной профессором Клаусом в 1974 году. В 2015 году американский канал CBS сообщил, что гору МакКинли переименовали. Названное в честь 25-го президента США МакКинли-горе вернули имя, данное ей тысячу лет назад индейцами – Динали. Полночь. Профессор Клаус в Фэрбэнксе под полночным солнцем в июне начал редактировать словарь эякского языка. После смерти Мэри ему не с кем говорить, но он говорит со всем человечеством. Купол последнего дня – название хранилища семян норвежского острова Свальбард. В тысячи километрах от северного полюса на глубине 100 метров под землей хранится 100 миллионов семян со всего мира, которые можно использовать на случай наступления конца света, вызванного ядерной войной, землетрясением, экстренным выключением электроэнергии, столкновением Земли с астероидом, а также глобальным потеплением, когда морская поверхность поднимется более чем на 100 метров. Семена стали надеждой на повторное сотворение нового мира. К хранилищу семян есть три ключа. Один ключ у администратора, второй у норвежского правительства, а где находится третий ключ никто не знает. Говорят, что третий ключ у нас в сердцах. Семена всего мира, представляя большую землю, на которой они выросли, расположились на куполе мира. Весь мир сконцентрировался в маленьком семени, и каждая семья есть отдельный мир. Весь мир сконцентрировался в 1934, и приехал в Аласске. В 1960, я был 26 лет. Я был в 1964, в городе Норвега. Я был 50 лет назад. Я 56 сейчас. И я 50 лет назад. Это очень долгое время на дороге. Следующая генерация, которая мне... Вы уходите в другую городу, потому что мы рисковали? Вы уходите? Вы уходите. Если бы с первой секунды появления времени была камера, и можно было бы записать все, что происходило дальше, что бы мы увидели, что бы мы услышали. Первый человек стоит на большой земле. На месте размером с большой след выросли горы ростом с человека и рассеялись, подобно рекам. Они соответствуют всему сущему, имея историю с каким-то началом. Сегодня во многих местах на этой планете уже настолько шумно, что не слышно таких звуков и историй. К счастью, в Арктике еще остались последние следы белизны Вселенной. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Солнце поднимается каждый день. Для большинства людей на Земле это самое обычное дело. Но эти дети, которые живут в Трамсё, чтобы встретить первый луч солнца, вынуждены пройти через долгую зиму. Арктический город Трамсё. Солнце бродит по горизонту, при этом каждый день оно светит примерно лишь три часа. Нарядно одетые дети в детском саду вовсе не понимают смысла географии, но они будут встречать первое появление солнца в этом году. Воспитатели нарядились в богиню солнца Соли из скандинавской мифологии. В отличие от могучего и представительного бога солнца из греческой мифологии Соль – женское божество. Трамсё – город между горами и морем. Когда солнце с трудом перебирается через гору, его приветствует ликование и смех детей. Этот короткий выход принесет в жизнь душевные изменения. Предки Ригмар Джонсон жили на этой большой ледяной земле. Когда она выросла, она училась в университете во Франции, а затем много лет путешествовала по Китаю. Хотя на большей части земного шара есть её следы, она никогда не забывает о своих корнях. Откуда она? Она часто возвращается сюда посмотреть земли и океан севера, место жизни её предков. Она часто возвращается за божественной, и они вошли на живот. Её нет. Это не в первом месяце, а не в два дня. Это уже несколько месяцев. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Они и есть богини солнца в каждом доме. Девушки отдыхают. 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 кого-то другого. Да, это точно. Сможет ли такая тяга нанести травму? Запуская воздушного змея, мы по обыкновению тянем рукой за нитку, чтобы контролировать его движение. Многие люди не задумываются о мерах предосторожности. Давайте узнаем, что будет, если руку обмотает ниткой от змея. Наши испытатели взяли нитку, которая используется для запуска воздушного змея, и привязали один ее конец к подъемному крану. Другой конец прикрепили к тягомеру. Таким образом, мы всегда будем знать значение тяги. Сейчас испытатели сымитируют запутывание пальца в нитке. Благодаря этому эксперименту мы сможем узнать, насколько сильно можно повредить руку обыкновенной ниткой. Тяга воздушного змея средних размеров при силе ветра от 3 до 5 баллов равняется 2,8 килограммов. Мася Ошу будет следить, чтобы показатели счетчика не выходили из этого интервала. Наш эксперимент начинается. Когда сила тяга на тягомере оказалась на отметке в 8 килограммов, морковку разрезала на две половины. Это произошло так быстро, что Нинюань даже не успел отреагировать. Разрезание произошло настолько быстро, что ребята не успели все внимательно рассмотреть, поэтому они решили провести эксперимент с более толстой капустой. Так процесс разрезания будет виден более четко. Сейчас мы узнаем, насколько травмоопасной может быть обыкновенная нитка. В этот раз тяга составила всего 5 килограммов и натянутая нить разрезала капусту на две половины. На замедленной съемке отчетливо виден весь процесс. Тяга в 5 килограммов – это та тяга, которая достигает средний воздушный змей, находясь в воздухе. А если вдруг это будет большой змей, и он выйдет из-под контроля. Его нить превратится в бритву, которая запросто может серьезно ранить человека. Сейчас мы используем что-нибудь животного происхождения. Например, куриную лапку? Да, давай проведем испытание на куриной лапке и посмотрим, что будет. Запуск воздушного змея происходит за счет единственной движущей силы – силы ветра. Если скорость ветра возрастает, то змей быстрее поднимается вверх. В этот момент нить, к которой прикреплен змей, обладает сильной разрезающей силой. В этот раз наш испытатель собирается провести эксперимент на куриной лапке. Так они надеются получить более точную информацию о том, что может произойти с человеческим пальцем в результате воздействия нитки воздушного змея. Давайте вместе посмотрим, каков будет результат. Готов? Да. Поехали. В этом эксперименте Нин Юань быстро провел куриной лапкой по нитке, в результате чего на лапке образовался глубокий порез. Многие люди выбирают городские площади в качестве открытого пространства для пускания воздушных змеев. Здесь нет линии электропередач и дорог, что очень подходит для этой забавы. Но находятся такие чудаки, которые запускают воздушных змеев рядом с линией движения общественного транспорта. В этом случае, как только змей будет летать слишком низко или начнет снижаться, его твердая нить очень легко может нанести кому-нибудь травму. За последние годы в Китае случилось немало подобных несчастных случаев. Нин Юань и Масяушу хотят смоделировать ситуацию, когда пешеход на высокой скорости наткнется на нитку от змея. Они нашли для этого эксперимента кусок свинины и закрепили его железной проволокой на шее манекена. Так они надеются увидеть, какой вред может нанести человеку обыкновенная нитка. Манекен закрепляют на электроцикле, нитку на столбах. Далее Нин Юань собирается проехать на электроцикле так, чтобы манекен шеей коснулся нитки. После столкновения на мясе будут видны следы повреждений. Нин Юань в роли водителя электроцикла не успел разогнаться до 15 км в час, как манекен врезался в нить, смоделировав таким образом ситуацию, при которой велосипедист может случайно наехать на нить. Нить приступать к основению шеи манекена мгновенно порвалась. Судя по куску свинины, нитка спокойно может порезать кожу и повредить мышцы. Но в этот раз я думаю, что она не порезала, а сбила. Да, если сбила, то это полбеды. Так нитка может легко порваться. А при порезе? А при порезе она будет двигаться дальше, разрезая все на своем пути. Как нож. Как морковку в предыдущем эксперименте. Верно. Тогда сейчас давай попробуем порезать. Давай. После недолгих обсуждений Майя и Нин решили изменить угол атаки, чтобы шея столкнулась с ниткой под углом. После замены куска свинины эксперимент возобновился. Итак, три, два, один, поехали. Кусок свинины, который поместили на шее манекену, на высокой скорости коснулся нитки воздушного змея. В момент короткого соприкосновения нит глубоко прорезает кусок мяса, оставляя на нем очень заметный след. Как мы знаем, мясо свинины намного толще человеческой кожи. Можно легко представить, что случится с артериями на шее велосипедиста или пешехода, если он столкнется с такой ниткой. Такой результат привел Мася Ошу в шок. Ведь стоило слегка изменить угол атаки, как сильно возросла травматичность. Но в чем причина? Изменение расположения нити увеличило время соприкосновения кожи с нитью. В момент касания пешеход движется вперед. А нить в этот момент становится подобно ножу, которая разрезает кожу, нанося тем самым тяжелые увечья. Издалека эту веревку не видно. Да, согласен. Особенно поздно вечером в Китае, когда кто-нибудь обязательно пускает воздушных змеев, пешеходам в этот момент может грозить большая опасность. Тогда, может быть, нам стоит... Самим проверить, видна нитка в темноте или нет. Да, или сделать на ней пометку. Светоотражающую. Повесить на нее флажок или нанести какой-нибудь рисунок. Или люминесантную лампу. Так люди смогут издалека даже ночью увидеть нитку от воздушного змея. Верно. И избежать опасности. Экспериментальным путем Масяо Шу и Нинь Юань выяснили, что процесс запускания бумажного змея таит в себе множество опасностей. Чтобы гарантированно избежать их, они решили выбрать малолюдное место. После этого они отправились в одну из ваифанских компаний по изготовлению бумажных змеев, где они хотят сделать огромного змея, чтобы Масяо Шу смогла подняться на нем в небо. Там они познакомились с известным в городе потомственным мастером по изготовлению змеев, господином Ван Юн Сюнем, который является рекордсменом книги Гиннесса, как изобретатель воздушного змея длиной 2,5 километра. Под его руководством Нинь Юань и Масяо Шу хотят завершить эксперимент по подъему в небо бумажного змея с человеком. Наши испытатели решили сделать змея шириной 6 метров. Закрепить на нем манекен и посмотреть на результат. Если он будет успешным, Масяо Шу сама попробует смыть на нем в небо. Масяо Шу. Масяо Шу. Масяо Шу. Масяо Шу. Когда благодаря усилиям всех работников змей был готов, на улице уже стемнело. Сильный ветер создал огромные трудности для изготовления нашего змея. Поскольку вечером пускать змеи нельзя, испытатели решили перенести эксперимент на завтрашнее утро. Майя Нина абсолютно уверены в своем змее, но сможет ли он взлететь с манекеном на борту? ВОЗДУШНОГО ЗМЕЯ В сегодняшней программе наши испытатели Нинь Юань и Масяо Шу отправились на родину китайского традиционного воздушного змея, город Вайфан, провинции Шандун. Здесь они попробуют запустить воздушного змея вместе с Масяо Шу в небо и рассмотреть проблемы безопасности и скрытые угрозы, которые могут возникнуть во время этого процесса. Давайте посмотрим, справятся ли они. На следующий день наши испытатели приехали в парк болотных угодий Байланхэ. Здесь красивые пейзажи и немноголюдно. Городские автомагистрали далеко и нет линий высокого напряжения. Вокруг только трава. В общем, очень подходящее для эксперимента место. При помощи мастера Вана Майя Нинь собирает змея и закрепляет в центре него манекен. Никто из присутствующих здесь никогда еще не запускал в своей жизни 6-метрового змея. Для того, чтобы удержать такую огромную конструкцию при сильном ветре, потребуется усилие 5-6 человек. Чтобы у змея было необходимое для подъема воздуха тяга, ребята пригласили на помощь 10 человек. У нас все готово. Эксперимент начинается. В этом эксперименте наш 6-метровый змей при помощи нашей команды пытался взлететь вверх. Но, к сожалению, не получилось, и змей рухнул манекеном вниз. Если бы на его месте была Мася Ошу, то она бы получила серьезные травмы головы и шеи. Что же пошло не так? Почему большой воздушный змей не смог даже взлететь? И если змей не смог оторваться от земли с манекеном, как он сможет подняться в воздух с Мася Ошу? Похоже, что затея с подъемом воздуха человека на воздушном змее неосуществима. Пока все стояли, не зная, что делать, мастер Ван убрал две боковые рейки, а затем еще половину рейк с нижней части крыльев. Давайте посмотрим, окажется ли нововведение мастера Вана полезными. И сможет ли наш змей в итоге взлететь? Готовы? Поехали! Отпускаю! Полет длился всего 4 секунды. Но хотя бы взлетел. Я думаю, что начальная скорость была низкой, но с человеком он взлетит. Я не отрицаю, что он взлетел. Но полет длился всего 4 секунды. К тому же... Кто там хлопает? Вы думаете, у нас уже все получилось? А вы думали о том, что на его месте должна быть я? Он ведь только что сел на голову. Вы считаете, это надежное приземление? Я думаю, нет. Как говорится, языком болтать, не мешки ворочать. На словах это легко. Но если он на самом деле взлетит, как меня к нему прицепить? Как сделать мое положение устойчивым? Что делать, если сорвусь? Эти вопросы нужно решить. Мы найдем выход, идем. Ну пошли. В этом эксперименте, когда наши помощники отпустили змея, он вместе с манекеном взлетел в небо. Но продержавшись там всего 4 секунды, рухнул на землю. Мастер Ван убрал часть рейка из каркаса и змей взлетел. Почему так случилось? В чем тут загвоздка? Изначально каркас змея, которого изготовили Мася Ошуи Нин Юань, был мягче, чем его корпус. Поэтому змей не мог выдержать поток ветра, как единая плоскость. А крылья змея в полете выгибались на 90 градусов. Когда Мастер Ван убрал две рейки из каркаса крыльев, крылья перестали сдерживать два встречных потока ветра. И основная, направленная против ветра часть змея, таким образом, смогла остаться в одной плоскости. Поэтому во время второго испытательного полета сила сопротивления воздушного потока, действующая на крылья, уменьшилась. Возникла огромная подъемная сила, и змей смог взлететь. Но несмотря на то, что змей смог подняться в воздух, испытатели заметили, что подъемная сила у змея очень маленькая. В полете он очень нестабилен и быстро падает. Над решением этих проблем еще предстоит поработать. Идея о том, чтобы посадить Мася Ошу в этот змей и подвергнуть ее здоровье огромному риску, была отвергнута единогласно. Какой же способ тогда выбрать, чтобы поднять Мася Ошу в небо на воздушном змее? Оказалось, что у господина Вана в загажнике припрятан его собственный огромный воздушный змей. Мастер был настолько в нем уверен, что и Майя Нин сильно воодушевились. Но что это за змей, и сможет ли он поднять Мася Ошу в воздух? Больший размер змеи означает необходимость в наличии большей площади для безопасного запуска. Поэтому господин Ван предложил отправиться в прибрежный район Вайфана, где есть огромный искусственный пляж, подходящий для запуска воздушных змеев. Никто не знает, какой будет тяга у столь большого воздушного змея. Поэтому если не приготовить план полета, может случиться большая беда. После обсуждений со всеми службами, наши испытатели решили сделать все следующим образом. В начале 22-метровый змей взлетит в воздух. Затем с помощью металлической рамки Мася Ошу подвесят на нижнюю часть нитки. По мере движения змея вверх, Мася Ошу тоже будет подниматься вверх. На ее теле будет закреплен фиксирующий пояс, к которому будет прикреплен страховочный трос, брошенный от подъемного крана, чтобы когда змей начал спускаться, Мася Ошу тоже безопасно приземлилась. На землю предлагается положить пустые картонные коробки, чтобы смягчить удар при приземлении и гарантировать мягкую посадку. Наши испытатели лично руководят процессом создания защитной подушки. Они хотят уложить 16 пустых картонных коробок в два слоя, чтобы затем несколько человек крепко перевязали их скотчем. Тем временем волонтеры, участвующие в эксперименте, контролируют, чтобы Мася Ошу была в полной безопасности во время испытания. Работники обтянули железную рамку, на которой будет находиться Мася Ошу, пенопластом, чтобы рамка не поранила ведущую при раскачивании. К эксперименту все готово. Мася Ошу решила лично убедиться в степени прочности рамки, а работники в это время прикрепили к низу рамки два троса, чтобы стальная конструкция не раскачивалась и не закручивалась, когда ведущая будет находиться в ней. Воздушный змей Мастера Вана 22 метра в ширину и больше 40 метров в длину. Его каркас сделан из трубок из углеродистой стали. Заставить такого огромного змея взлететь – задача не из легких. Вес змея больше 150 килограммов, расстояние разбега для взлета больше 100 метров, поэтому запустить его будет крайне непросто. Что еще более неприятно, команда Мастера Вана сейчас не может помочь своему наставнику, и с этой задачей приходится справляться работникам нашей программы. Трудность и опасность запуска воздушного змея подобного размера не подлежат сомнениям. Для того, чтобы контролировать его в воздухе, понадобится 10 человек. Все звенья должны действовать слаженно. Под руководством Мастера Вана все рабочие провели подготовительные работы. Давайте посмотрим, сможет ли змей взлететь. За границей воздушные змеи меньших размеров спокойно поднимали людей в воздух. Сможет ли наш змей выполнить свою задачу? Чтобы обезопасить собравшихся зевак от получения травм, Ниньюань с членами группы огородили заградительные линии район запуска, а также поставили предупреждающие знаки рядом с границей экспериментального полигона, чтобы невольные зрители держались подальше. Кроме того, с высоты за безопасностью будет наблюдать специальный работник, который будет постоянно на связи с рабочей группой, тем самым обеспечивая безопасность и успешность нашего эксперимента. Поскольку размер у нашего змея немаленький, тянуть его руками будет опасно, поэтому съемочная группа арендовала 10-тонный бульдозер, огромные колеса которого спокойно проедут по песку. После того, как канат от змея был прикреплен к бульдозеру, все подготовительные работы были закончены. Сможет ли наш змей взлететь? Сможет ли такое огромное количество людей действовать настолько слаженно, чтобы поднять его в воздух? Надо понимать, что если столь большой змей потеряет управление, то всем работникам может грозить большая опасность. Канат для управления змеем состоит из 20-тоненьких веревок, и каждую перед запуском нужно привести в надлежащее состояние, потому что если они спутаются, то это будет неудача. Работники и волонтеры, убедившись в том, что мероприятия по технике безопасности до запуска и после него осуществлены, приготовились запускать нашего огромного воздушного змея. Готово? Поехали! Быстрее, 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 быстрее! По неизвестной причине полетевший косо воздушный змей все-таки смог взлететь, но быстро повернувшись на восток, пролетел мимо скопления людей и упал на стоянку в 20 метрах от толпы зевак. Почему же упал змей и смогут ли ребята завершить эксперимент с полетом человека? Из-за мощного удара об землю каркас змея из углеродистой стали не выдержал и поломался. Главная балка была очень сильно повреждена. Балку, которая находилась в нижней части змея, порвала на 7 частей. Эксперимент еще не был завершен, а его главный участник был настолько поврежден, что дальнейшее проведение эксперимента оказалось под вопросом. Согласно гипотезе мастера Вана, упадение змея было три причины. Первая. Один из волонтеров вовремя не отпустил змея, что привело к его наклону, в результате чего потерявший баланс змей в конце концов рухнул на землю. Вторая. Из-за того, что во время взлета направление ветра изменилось, змей потерял баланс и упал на землю. Ну и третья. Когда направление ветра изменилось, бульдозер не смог быстро изменить направление движения и вытянуть змея в воздух. Чтобы продолжить эксперимент, мастер Ван начал вместе с группой ремонтировать змея. Урон при падении ему был нанесен настолько существенный, что в ремонтных работах принимали участие все. На то, чтобы починить змея, ушло примерно два часа. В этот раз, для того, чтобы быстрее среагировать на изменение ветра, члены съемочной группы пригнали быстрый внедорожник, а Ниньюань вместе с другими рабочими развернул змея в направлении ветра. Все вновь готово. Давайте посмотрим, взлетит ли он на этот раз. Отпускаем, отпускаем, быстрее! Вперед, вперед! Еще, еще вперед! Ура! Получилось! Мы сейчас попробовали потянуть за канат. Одному его невозможно сдвинуть. Поэтому я думаю, что повесить на него Ма Сао Шу не проблема. Нашему джипу, который тянет змея, очень трудно двигаться вперед. Хотя вес машины примерно 2 тонны, во время эксперимента для обеспечения нужной тяги был включен режим 4ВД. А работники тем временем пытались прижать канат к земле. Лишь только после этого джип начал медленно продвигаться вперед, пока его колеса, наконец, не увязли в песке. Машина не могла сдвинуться с места, что свидетельствовало об огромной силе тяги нашего змея. Глядя на парящего змея, Ма Сао Шу просто сгорала от нетерпения завершить эксперимент с полетом человека на воздушном змее. Но тут случилось нечто неожиданное. Смотри, ветер начинается. Не торопитесь, не тяните веревку. Не тяните. Осторожно. Ох, он упал. Ничего страшного, все нормально. Все нормально. Почему змей вдруг снова упал? Причина кроется в том, что нейлоновый канат для удержания змея, который состоит из многих тоненьких веревок, перекрутился, а никто во время подготовки к эксперименту не потрудился его раскрутить. Когда змей находился в воздухе, по вытянутой нейлоновой веревке контролирующим змеем веревкам передалась вращательная сила, что привело к спутыванию контролирующих веревок, крену змея влево, а следовательно, потере баланса и падению. Эту версию также подтверждает тот факт, что во время падения змея все контролирующие веревки были спутаны. Похоже, что для подобных змеев поддержание баланса – это ключевой элемент безопасного полета. На этот раз змей получил еще более серьезные повреждения, и эксперимент с полетом Масяо Шу опять пришлось остановить. Время у нас поджимает, поэтому все немного нервничают. Знаешь, я когда разговаривала с мастером Ваном, я поняла, что у нас будут проблемы. Когда я узнала, что проектировщиков, которые помогали мастеру Вану сделать этого змея, не будет на площадке. Сегодня здесь те, кто никогда не собирал этого змея. Это самая большая проблема. Я думаю, что сконструировал его господин Ван без ошибок, но его команда не здесь. Поэтому я боюсь, что наша команда собрала его неверно. А так змеи отличны. Сегодня нашим испытателям не удалось поднять воздушного змея еще выше, и Масяо Шу не смогла претворить свою идею в жизнь. Этот эксперимент — это вызов мечте, который обнажил основные принципы полета воздушного змея. Его проведению сегодня мешало множество помех, а для хорошего полета, для осуществления нашего эксперимента, нужны были встречный ветер, сбалансированная конструкция и другие необходимые условия. Эксперимент несет в себе опасность. Все его этапы проходили под контролем специалистов по безопасности. Поэтому, дорогие друзья, ни в коем случае не пытайтесь повторить его самостоятельно. Когда вы весело запускаете воздушного змея, помните, что нитка от него таит в себе огромную опасность. Если производить запуск в неположенном месте, то эта острая нить может в мгновение ока превратиться в палача у нас над головой, ставя под угрозу вашу жизнь и здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Китайская кухня». Сегодня у нас в гостях шеф Ли Тяган. Я купила на рынке окуня, и мастер Тяган принес кислую капусту. И поэтому сегодня мы готовим... Рыбу с кислой капустой. По-домашнему. Нежная рыба прекрасно сочетается с кислой китайской капустой и маринованным перцем чили. Рыба с овощами возбуждает аппетит, в то время как наваристый бульон улучшает пищеварение. Для этого блюда вам понадобится окунь, кислая китайская капуста, маринованный перец чили, маринованный имбирь, соль, сахар, молотый перец и крахмал. Вы купили эту кислую капусту на рынке? Да, всё верно. Вы её вымачивали в подсоленной воде? Да, два часа. Два часа? И хотя кислая капуста уже солёная, но её всё равно необходимо вымочить в солёной воде. А в чём смысл? Что в этом случае устраняет соль? Во-первых, она убирает капустный привкус, а во-вторых, высвобождает... Соль, которая внутри. А какую ещё рыбу, кроме окуня, можно готовить с капустой? Любую. Какая подходит под кислую капусту? Всё зависит от ваших предпочтений. Единственное, лучше не брать рыбу, у которой много костей. Полностью с вами согласна. Да. Я смотрю, что вы уже разрезали рыбу. Скажите, пожалуйста, как вы её разделывали? Сначала мы отрезали голову и удалили кости. Потом... У нас осталось две пластины мяса. Правильно. Далее нам надо удалить кости из области брюшины. Вообще, с окуня кости удаляются довольно легко. Да. Они у него более сконцентрированы. Совершенно верно. В отдельных местах. Наши телезрители, наверное, сейчас недоумевают. Зачем вы отрезали такие большие куски? Нам же потом не хватит рыбы. Мы чуть позже будем варить из них бульон. То есть мы их не выбрасываем? Нет. Мы будем готовить рыбу в её же собственном бульоне. Да. Мясо нужно обязательно отрезать наискосок, под углом 45 градусов. Это для того, чтобы оно на выходе получилось ровными ломтиками. Да. Причём они должны быть толстыми. А в чём плюс такой нарезки? Так вкуснее. Да и мясо не расползётся. Мелкие косточки тоже надо убирать. А если резать наискосок, то они вас не поцарапают. Понятно. Это у нас пресноводная рыба. Точно. А морская рыба подойдёт для этого блюда? Мясо морских рыб не такое нежное, как у пресноводных. Оно черствее. Да, у морских рыб мясо немного твёрдое. Точно. Так, теперь нам надо это посолить. Вы уже начали приправлять рыбу. Можно не бояться пересолить. Теперь посыплем молотым перцем. Вот она. А почему соли? Можно посыпать много. Мы же готовим рыбу в бульоне. Если она будет пресной, то сохранит специфический привкус. Поэтому. В общем, можно солить посильнее и добавить белый молотый перец. А рисовое вино? Его добавлять не нужно. Мы нальём сюда воды. Обычной воды? А разве рисовое вино не удаляет специфический запах? С этим вполне справится белый молотый перец. Сколько воды хватит? Да. Вода нужна для того, чтобы мясо рыбы впитало в себя соль и перец, пока вы его жамкаете. Да. Теперь возьмём чуть-чуть крахмала, чтобы он тоже растворился в воде. Я в подобного рода вопросах очень часто впадаю в ступор. То есть вы сегодня не используете рисовое вино, потому что не хотите с запахом алкоголя испортить бульон. Да? Если вы его добавите, то ваше блюдо будет отдавать винным маринадам. Да, да. Так, мы его... Замариновали. Пусть немножко просолится. Пускай. Сейчас мы с вами должны нарезать капусту. Займёмся кислой капустой. У этой капусты крепкие стебли, поэтому мы их можем порезать. Точнее, мелко порубить. И потом пожарить их с фаршем. Получится лёгкая закуска. Их ещё можно добавлять, когда будете варить свинину на пару. То есть для нашего бульона они нам сегодня не нужны. Верно. Нам понадобятся листья. Нарезаем капусту на мелкие кубики. Очень много солений в южнокитайской кухне солятся одним и тем же способом. Да. Отличаются только сорта продуктов, которые подвергаются засаливанию. Но свойства-то у них одинаковые. Да. Но вы всё равно советуете любые солёные овощи, которые вы покупаете на рынке, замачивать на пару часов в подсоленной воде. Совершенно верно. И потом промыть их. Да. Так. Теперь мы включаем плиту. Будем варить бульон. В этом бульоне нам очень важно добиться нужной консистенции. А как понять, что нам необходима именно такая консистенция? Для этого важно, чтобы из рыбы полностью вышел белок. Поэтому нам нужно предварительно обжарить рыбу в масле. Да. И при обжарке важно соблюдать огневой режим. Когда сковорода нагреется, вольём в неё немного масла. А если мы обжарим рыбу, потом приготовим бульон, то у нас может получиться рыбный суп. А какой температурный режим лучше всего подходит для обжарки? Тут важно сначала нагреть сковороду, влить в неё масло, а потом опустить в него рыбью голову. Так, целиком и опускать? Да. Температура масла ещё не очень высокая. Да. Кидаем всё сюда. В ход идёт рыбья голова, хвост и другие кусочки. Выкладываем всё. А мы? Мы её не трогаем. Нам нужно, чтобы рыба прожарилась. Да. Как следует прожарилась с каждой стороны. Да. На самом деле, чем сильнее она зажарится, тем более получится бульон, потому что таким образом полностью высвобождается белок. То есть лучше, чтобы рыба обжарилась подольше. Да. Но в то же время нельзя, чтобы температура масла была слишком высокой. Верно. Получается, что не стоит бояться пережарить рыбу. Да. Главное, чтобы рыба не пригорела. Точно. Но если вы не разрешаете не трогать и переворачивать её, как я пойму, что там с ней? Это можно определить по запаху и по тому, как она скользит по сковороде. Если она будет цепляться за сковороду, значит ещё рано. А если она легко по ней скользит, значит? Значит, можно переворачивать. Но дома я ведь так не смогу сделать. Так тоже. Так я тоже смогу определить? Да, так тоже понятно. Ясно. А как, по-вашему, уже прожарилась та сторона? Ещё плохо. То есть, когда вы раскачиваете сковороду, вам показалось, что она ещё не зажарилась? Да. Из неё ещё не вся влага вышла. Белок из рыбы высвободится только тогда, когда из рыбы выйдет влага. Да. Мы сейчас так говорим, как будто описываем химические процессы. Самое важное на этом этапе, чтобы из мяса рыбы полностью выделился белок. Правильно. Смотрите. Она уже очень легко скользит по сковороде. Видите как? Я так однозначно не смогу. А вы вон что вытворяете. Вы можете перевернуть рыбу с помощью лопатки. То есть, я могу сделать это лопаткой? Конечно. Оказывается, вон до какой степени её можно зажарить. Уже и золотистая корочка появилась. Да. Мы зажариваем рыбу до такой степени с двух сторон? Теперь добавляем к ней маринованный имбирь. А что ещё за маринованный имбирь? Из маринованного мы обычно используем перец. Имбирь маринуется по такому же принципу, что и китайская капуста. В рецепте у нас сегодня кислая капуста. Поэтому все ингредиенты крутятся вокруг неё. Точно. Даже имбирь мы используем маринованный. Теоретически, именно сейчас, когда мы вливаем кипяток, бульон и должен побелеть. Нужно дать ему немного покипеть. Он уже слегка побелел. Да. Благодаря проникающей силе воды белок в рыбе расщепляется. И выходит наружу. После чего остаётся в этом бульоне, закидываем перец. Маринованный перец. Все эти продукты сочетаются с кислой капустой? Да. Они все подходят по вкусу. Но когда мы варим бульон, мы можем добавить маринованный имбирь и перец. А вот с капустой надо подождать. Почему? Потому что она зелёного цвета. И если вы её сейчас забросите, ваш бульон тоже станет зелёным. То есть вы имеете в виду, что когда мы будем подавать к столу это блюдо, бульон будет белым? Белый, со светло-зелёным оттенком. Получается, что капусту важно забрасывать в нужное время. Да. Видите, какой бульон? Мы можем сделать его более насыщенным. То есть сделать его ещё гуще? Верно. Но здесь нужно учесть следующее. Во-первых, нельзя закрывать крышкой. Во-вторых, огонь не должен быть слабым. Варим на сильном огне без крышки. Вот теперь можно добавлять капусту. Уже пора. После того, как мы его забросим и чуть-чуть поварим, нам надо будет попробовать бульон. Да. Только так мы сможем понять, достаточно соли или нет. Правильно. Видите, какой цвет приобрел бульон? Он стал светло-зелёным, вы были правы. И он именно загустел немного. Да, он уже не такой прозрачный. Видите? А как мы поймём, что уже хватит варить его? Когда отчётливо почувствуем запах кислой капусты. После этого мы можем его попробовать и определить, сварился он или нет. Да. На соль нормально. Соли больше не надо. Теперь капусту уже можно выложить. Достаем из сковородки всю капусту? Да. Чтобы остался один бульон. Точно. Ну а теперь я опускаю сюда филе. Правильно ли я понимаю, что вы выключили огонь? Нет, просто убавили. Да, после этого... Это потому, что рыбные ломтики быстро развариваются? Верно. А нам нужно, чтобы они остались целыми. Это единственный этап, когда наш бульон не бурлит от кипения. Да. Когда наши ломтики завернутся со всех сторон, их можно вытаскивать. Это значит, что они готовы. Получается, что рыбные ломтики мы просто опускаем на несколько секунд в бульон. Да. И не варим их в нём. Правильно. Окунули и достали. Они невероятно нежные. Да. Во-первых, они у нас не деформируются. Во-вторых, не затвердевают. Мы уже выложили в чашу ломтики рыбы, которые только что сварились путём погружения в бульон. Теперь мы будем наливать его. Бульон необходимо зачерпывать в том месте, где он кипит. А почему его нельзя сразу вылить, когда он закипит? Здесь необходимо соблюдать последовательность. Так. Теперь украсим это всё зелёным лучком. Вот. Наша рыба с кислой капустой готова. Давайте сначала оценим вид этого блюда. Бульон получился желтоватым. С ним отлично сочетаются ломтики филе окуня. Они там в самый раз. Бульон прозрачный, рыба нежная. И вкус кислой капусты не забивает остальные продукты. Да. Очень лёгкий и нежный рыбный бульон. Вы тоже попробуйте приготовить это роскошное и в то же время домашнее блюдо. Да. Рыбу с кислой капустой. А теперь давайте повторим основные этапы приготовления рыбы с кислой капустой по-домашнему. Итак, удалите у окуня голову и кости. Нарежьте мясо ломтиками, посолите их, приправьте молотым перцем и посыпьте крахмалом. Полейте рыбные ломтики маслом и оставьте так на некоторое время. Мелко порубите кислую китайскую капусту. Далее нагрейте сковороду и налейте в неё масло. Обжарьте в нём до золотистой корочки рыбью голову и кости. Закиньте маринованный имбирь, после чего залейте это всё водой. Когда вода закипит, добавьте маринованный перец. Прибавьте огонь и варите рыбу, пока бульон не побелеет и не загустеет. После этого добавьте кислую капусту. Когда она даст сильный аромат, выньте её из сковороды вместе с рыбой головой и костями. Теперь погрузите в бульон ломтики рыбы и на медленном огне слегка отварите их. Ну и в самом конце выложите их в чашу, залейте бульоном и посыпьте зелёным луком. Субтитры делал DimaTorzok Фальстарт переворота. Венесуэльская оппозиция анонсировала свержение Мадуро, но отступила под натиском полиции. Восхождение на трон. Нарухита официально стал императором Японии. Морское взаимодействие 2019. Китай и Россия завершили и береговую часть совместных учений. Здравствуйте. В эфире новости. В студии Василий Паршут. И в ближайшие минуты я и мои коллеги расскажем вам о событиях в Китае и мире. В Венесуэле вновь прошли массовые протесты, которые быстро сорвались в силовые столкновения. Все началось с видеообращения лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Выступая на базе ВВС в Каракасе, он объявил, что смог заручиться поддержкой военных и готовиться к началу активных действий. После этого на улицы вышли десятки тысяч его сторонников. Однако переломить ситуацию им не удалось. Толпу быстро разогнали полицейские, а президент Мадуро заявил о полной лояльности военного руководства властям страны. Резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Во вторник улицы Каракаса вновь превратились в поле боя между оппозиционерами и венесуэльской оппозицией. В интернете быстро разошлось видео, на котором военный автомобиль чуть ли не на полной скорости таранит группу протестующих. Позже власти страны заблокировали доступ к соцсетям, так что почти сутки разобраться в происходящем было непросто. За несколько часов до начала столкновений в Твиттере появилось видеообращение лидера оппозиции и самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо. Выступая на базе ВВС Каракасе, он объявил, что наконец заручился поддержкой военных и призвал своих сторонников выходить на улицы. Десятки тысяч человек последовали призыву. Но нас, гвардия и полиция быстро дали понять, что лояльность не меняли. Итог – около 80 раненых и очередная волна протеста, закончившаяся ничем. Между тем, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что по его информации, власти Венесуэлы поначалу восприняли всё максимально серьёзно. А Николас Мадуро якобы находился в шаге от эвакуации на Кубу. По нашей информации, он был готов покинуть страну и принять решение, к которому мы уже давно его подталкиваем. Но в итоге русские дали ему понять, что ему надо остаться. Мы надеемся, что он передумает и улетит. Мы поддерживаем национальное собрание временного президента Хуана Куайдо и народа Венесуэлы. Им пора восстанавливать свою экономику, чтобы голодающие дети смогли получить еду, а больные – доступ к медикаментам, которые прямо сейчас находятся на экранице их страны. Уже вечером выступления самого Мадуро транслировали по гостелевидению. Он заявил, что к мятежникам присоединилась лишь небольшая группа военных, тогда как командование вооружённых сил по-прежнему лояльно властям страны. Президент также подчеркнул, что предан Венесуэле своей жизнью и выразил негодование по поводу заявлений Помпео. Помпео заявил, что я якобы готовил самолёт для Попегу на Кубу и что русские чуть ли не сняли меня с трапа. Удивительно, от какого уровня может дойти безумие, ложь и манипуляция. Джон Болдон пытался приказывать военным Венесуэлы присоединиться к перевороту, но мы сорвали все их попытки. Невероятно, насколько далеко готовы за эти люди из правительства Соединённых Штатов. Поддержку Мадуро в очередной раз выразили Куба, Боливия и Россия. В российском МИДе призвали венесуэльскую оппозицию отказаться от насилия. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, происходящее в латиноамериканской стране – результат вмешательства США. Высказался и президент Перу. Он отметил, что разбираться в конфликте должен сам народ Венесуэлы, выступив резко против любых попыток военного вмешательства извне. Мы никогда не были согласны с перспективой зарубежной военной интервенции. Мы поддерживаем народ Венесуэлы, который требует от вооружённых сил своей страны на Эдибудь к возвращению демократии. Надеемся, что им удастся решить проблемы как можно скорее, ведь люди действительно страдают. Они выходят на улицы, потому что лишены минимально приемленных стандартов достойной жизни. И хотя очередную волну протестов в Каракасе быстро подавили силой, говорить о возвращении страны в фазу холодного противостояния между Мадурой и Гуайдо пока рано. Оппозиция дала понять, что готова пойти на обострение. И сейчас всё зависит от лояльности военных. Группа интересов, сплочённость и монолитность которой с каждым днём вызывает всё больше вопросов. Ся Цю, Си Джи Ти Эн. В Японии прошла церемония интернизации нового императора страны Нарухита. Ему вручили символы его полномочий, большую государственную и личную печати, а также так называемые священные регалии, меч и драгоценную яшму, уложенные в ларцы. Третья регалия, металлическое зеркало, находится в храме, где пребывает богиня солнца Аматерасу, мифическая прародительница династии японских монархов. Церемония восхождения на престол состоялась в главном сосновом зале императорского дворца в центре Токио. В ней принимали участие представители трёх ветвей власти, премьер-министр Японии Синзуабы, член его кабинета, руководители обеих палат парламента, судей Верховного суда. Затем в сосновом зале прошла встреча нового императора с более широким кругом представителей общественности. На ней Нарухита выступил с первым обращением к нации в качестве монарха. Председатель КНР Сидин Пин направил Нарухита поздравительную телеграмму в связи с восхождением на императорский трон. Напомню, Нарухита сменил на троне своего 85-летнего отца Акихита после его отречения от престола. Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Официальное оглашение результатов состоялось после обработки подсчёта оригиналов протоколов. Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей. Действующий президент Петр Порошенко – 24,45%. Явка была довольно высокой – более 62%. Инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального опубликования результатов выборов, то есть не позднее 3 июня. Точную дату назначит Верховная Рада. У 41-летнего Владимира Зеленского нет политического опыта, и он наиболее известен за роль президента в украинском сериале «Слуга народа». Это также представляет собой период неопределённости для Запада и России. Ранее он неоднократно обещал положить конец войне в восточной части Донбасса и бороться с коррупцией. Президент Ирана Хасан Рухани подписал закон, признающий террористическими формированиями все дислоцированные на Ближнем Востоке вооружённые силы США. Американское правительство в документе названо спонсором терроризма. Силовым ведомством разведки и МИД Исламской Республики предписано принять меры для безусловного исполнения нового закона. Этим документом Тигран ответил на решение президента США внести Корпус Стражей Исламской Революции в список иностранных террористических организаций. Американские власти объяснили этот шаг тем, что, по их мнению, Корпус Стражей участвует в террористической деятельности, финансирует и продвигает терроризм в качестве инструмента государственной политики. Дональд Трамп также продлил действие эмбарго на поставки нефти из Ирана. До этого в Госдепартаменте заявили о намерении ввести полный запрет на покупку иранской нефти. Рухани в ответ объявил, что Иран продолжит экспортировать нефть, смотря на все введенные со стороны США санкции. В ближайшие несколько месяцев американцы сами убедятся, что мы продолжим экспортировать нашу нефть. Они могут прекратить пути по ставкам, но это не тот срочий, когда он единственный. Мы будем осуществлять экспорт нефти всеми возможными способами и противостоять США. С аналогичным заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, подчеркнув, что с тегераном нельзя говорить на языке давления и угроз. Позже глава Генштаба Вооруженных сил Исламской Республики Мохаммад Багери заявил, что страна перекроет Армудский пролив, через который около 80% нефти идет в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, если ее вынудят к этому враждебные силы. Напомним, 22 апреля администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет продлевать действия исключений санкции на покупку иранской нефти. Белый дом рассчитывает, что благодаря этому решению экспорт черного золота из Ирана сократится до нуля. В Циндао, провинции Шандун, продолжается китайско-российские учения морской взаимодействия 2019. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота России вышел в море вместе с военно-морскими силами КНР для отработки практических навыков. А во вторник морские пехотинцы двух стран провели сухопутные учения. За происходящим наблюдала наша съемочная группа. Морская пехота в действии. Команды Китая и России во вторник оттачивали военное мастерство на соревнованиях в рамках совместных учений. Важнейшие навыки — стрельба и преодоление 400-метровой полосы препятствий. Китайские морпехи одержали победу в упорной борьбе, что, впрочем, неудивительно. Российские морские пехотинцы не знакомы с местными тренировочными полигонами. Но мы в восторге от их представлений. Очевидно, что индивидуальное мастерство на очень хорошем уровне. Учения направлены на повышение уровня координации совместных действий по обороне на море и призваны улучшить способность флотов вместе противостоять угрозам безопасности. Что касается китайских военнослужащих, они показывают себя с наилучшей высшей стороны. В частности, по стрельбе они стреляют как настоящие профессионалы. Далее по плану практические действия непосредственно в море, которые корабли двух стран будут отрабатывать у берегов Китая с 1 по 4 мая. Василис Лукашевич, СИДЖИТИЯ Интернеделя – один из самых известных молодежных форумов России. Проходит он в Новосибирске. Студенческий фестиваль дает возможность познакомиться с культурой и историей нескольких десятков стран. Подробности у нашего собственного корреспондента Светланы Шуваевой. Интершествие – самое массовое и веселое мероприятие Интернедели. Флаги, плакаты с несерьезными лозунгами. То ли репетиция первомайской демонстрации, то ли карнавал. 50 лет назад Интернеделю придумали в Новосибирске как вклад в борьбу с мировым империализмом. Но сейчас в ней совершенно нет политики. Целую неделю длится фестиваль в студенческом городке. Мастер-классы, выставки, интеллектуальные игры, концерты. В этом году впервые устроили интернациональное чаепитие. Чай пьют во всех странах, но по-разному заваривают. Сначала я кипячу воду и молоко и добавляю чайные листья. Затем долго перемешиваю, примерно полчаса и добавляю сахара. Даже традиционный русский чай для кого-то оказался открытием. Конечно, это на любителя каждый, но, по крайней мере, там реально, знаете, это как каких-то трав из Сибири. Вот этот привкус. Вот лично мне понравился, интересный. Все, что происходит на Интернеделе, придумали и сделали сами студенты. Администрация НГУ лишь немного помогла с организацией. Ни в коем случае никогда не заставляем. Мы предлагаем, мы рассказываем, как это было в прошлом году. И тут включается некоторый азарт. Как? В прошлом году кто-то сделал. Мы сделаем это лучше в этом году. Это будет еще интереснее. К нам придет еще больше людей. Поэтому только азарт, только искреннее желание что-то сделать и показать свою культуру. Многие мероприятия открытые. На Арбат в интернациональный палаточный городок приходят семьями. Наверное, самый простой, быстрый и приятный способ познакомиться с культурой другой страны – это еда. Почти все участники Арбата очень хорошо подготовились, приготовили свои самые популярные национальные блюда. Андрей Медведев учит китайский язык и увлекается китайской культурой. Сегодня он готовит не блины или пельмени, а лапшу с овощами по-китайски. Когда были в Китае путешествия, например, я, ну и Соня тоже, мы очень впечатлились китайской уличной едой, как они готовят на воках, все. И вообще мы насмотрелись и решили притворить жизнь здесь. Еда, музыка и спорт, понятные без перевода – основные составляющие интернедели. На интериграх соревнуются в самых разных дисциплинах – от настольного тенниса и шахмат до боев на мячах. Здесь есть чемпионы, но нет проигравших. Отличная иллюстрация расхожего выражения. Победила дружба. На всех площадках действительно очень дружеская атмосфера. Мы познакомились с очень многими иностранцами. Мы разговаривали о литературе, о культуре. Интернеделя помогает иностранным студентам почувствовать себя как дома, а новосибирцам – совершить кругосветное путешествие, не выезжая из города. Светлана Шуваева, Дмитрий Кабанов, CGTN, Новосибирск. И к этой минуте у нас вся информация, а следить за новостями вы также можете на сайте нашего телеканала – russian.cgtn.com. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Разные края – разный вкус пищи. Жители Шунде стремятся к высшей степени проявления вкуса. Они способны найти более ста способов приготовления рыбы, но и готовы потратить полгода на создание одного деликатесного блюда. Многие туристы приезжают в Шунде не только, чтобы полюбоваться речными пейзажами, но и чтобы угоститься местными лакомствами. Он – знаменитость родного края, но немногие знают его настоящее имя и фамилию. Время движется к полудню, в установленный час он выходит дожидаться у дверей, чтобы встретить путешественников, приехавших специально к нему. За цвет кожи и специфические черты лица его прозвали Аоба Шунем – Шуньдесский Обама, иероглиф Шунь – от топонима Шуньде. Люди стремятся не только увидеть президента, но и желают попробовать лакомства, приготовленные им самим. Аоба Шунь умеет мастерски приготовить рыбу, да так, что любая ее часть становится деликатесом. Ломтики рыбного филе пользуются огромной популярностью. Полностью удаляют все кости, филе нарезают на ломтики не более двух миллиметров толщиной, обдают водой, и блюдо готово. Котелок рыбы-филе покорил сердца гостей со всего мира. Совместная фотосессия с президентом – блюдо, завершающее это пиршество. Ежедневно в Шуньдэ прибывает более 20 тысяч туристов, основная цель которых – насладиться деликатесами. Совсем скоро прибудет следующая партия посетителей, и ему вновь необходимо заняться приготовлениями к следующему приему. У жителей Шуньдэ множество способов приготовления рыбы. Нарезка сырой рыбы – китайское реликтовое лакомство, ведь оно дошло до наших дней с периода династии Тан и Сун. Блюдо Шуньдэ направлено на передачу первоначального вкуса ингредиентов. Ломтики рыбы по толщине не должны превышать полмиллиметра, их приправляют маслом и солью. Традиционная нарезка сырой рыбы лучше всего раскрывает свежесть вкуса рыбной мякоти и ее эластичность. Откликаясь на вкусы современных людей, сегодня в шуньдэскую нарезку сырой рыбы стали добавлять еще больше разнообразных специй и приправ. Жители прибрежных регионов искусно выявляют все лакомые частички рыбьей тушки. Рыбья кожа богата клейкими веществами, эластична и в меру упруга, поэтому подходит для холодных закусок. Яичница с рыбьими кишками. Подбор добавок помогает избавиться от запаха сырой рыбы и усилить свежесть. Вкусы двух типов ингредиентов оттеняют друг друга. От рыбьего скелета также не нужно сразу же избавляться. Продолжение следует... Самый изысканный рецепт – блюдо, не содержащее рыбы, но пропитанное ароматом морепродуктов. Мясистая цедра помела сначала поджаривается на огне для избавления от вяжущего вкуса. После промывания в воде привкус горечи становится почти незаметным. Ильного карпа обжаривают в масле. Затем тушат на медленном огне на протяжении двух часов. После того, как из рыбной мякоти выделится коллаген и аминокислоты, ильный карп тихонько покидает сцену. Остается лишь вкусный наваристый бульон. Помела с размягченными волокнами вбирает в себя бульон. Винная кислота и содержащиеся в рыбном бульоне аминокислоты соединяются. К насыщенному вкусу прибавляется отчетливый фруктовый аромат. Изначально непригодная цедра помело в искусных руках повара становится лакомством. Рыба – визитная карточка деликатесов шуньде. Однако многие начинают свое знакомство с шуньде с одной холодной закуски. Молоко с двойной пенкой. Этот десерт зародился столетия назад в шуньде. Своё название получил благодаря двум слоям густой пенки. Ингредиентом этого молочного продукта является вовсе не простое молоко. Десерт делается из молока местных буйволиц. Жирность буйволиного молока из шуньде достигает 8%, что в два раза выше, чем в обычном коровьем молоке. Процент содержания воды низкий, молочный аромат особенно насыщенный. Кипящее молоко при соприкосновении со стенками чашки и воздухом мгновенно остывает. Частицы жира поднимаются на поверхность, образуя густую пенку. Выливание молока из чашки способствует приклеиванию первого слоя пенки ко дну чашки. Молоко взбивают с сырым яйцом и сахаром. Вливают повторно в чашку. Варят на пару на протяжении 20 минут. Формируется второй слой пенки. Это и есть знаменитое молоко с двойной пенкой. Молоко с двойной пенкой – визитная карточка, которой гордятся жители Шунде. Но на этом они не остановились. 19-летняя Гань-Гань сейчас проводит новый эксперимент. Для получения наилучшего вкуса она отобрала несколько разновидностей кокосов. Буйволиное молоко кипятят, вливают кокосовое молоко. В насыщенном вкусе появляются свежие сладкие нотки. После пребывания в холодильнике получается упругий и нежный молочный пудинг. Добавляет свежие, кисло-сладкие кусочки манго. Эта стильная версия буйволиного молока Гань-Гань назвала это блюдо кокосово-молочным пудингом. Молочное лакомство берет свое начало с левого берега реки Сидзян. Речная система в окрестностях Шунде хорошо развита. Кормовые травы в изобилии, поэтому с давних времен здесь зародилась традиция разводить буйволов. Сюйкуньи разводит буйволов вот уже более 30 лет. Если сравнивать с обычными дойными коровами, то период лактации буйволиц короткий. Суточный удой также в половину меньше. Буйволиное молоко на вес золота. У дочери есть собственная работа, тем не менее она ежедневно в установленное время приходит в коровник, чтобы помочь. Буйволиное молоко необходимо доставить потребителю в кратчайший срок, ведь спустя два часа со вкусовыми особенностями могут произойти перемены. Вся семья работает курьерами по доставке свежего молока. Наше молоко сначала доставлялось на велосипеде, потом на мотоцикле, и лишь потом стало доставляться при помощи автомобиля. Буйволиное молоко семейства Сюй изо дня в день следует одним и тем же маршрутам. Доставляется по этому городу на протяжении вот уже 30 лет. Ужин – время, когда вся семья собирается вместе. Невестка – семейный шеф-повар. Ингредиенты для блюд неразрывно связаны с буйволиным молоком, производимым собственной семьей. Когда молоко закипит, доводят его до 80 градусов. Только так можно добиться особого вкуса. Свежий имбирь перемалывают, при этом выделяется сок, сцеживают мякоть. Затем сок вливают в горячее молоко. Содержащиеся в свежем корне имбиря энзимы вступают в реакцию с содержащимся в молоке казеином. Спустя 15 секунд масса загустевает. Имбирное молоко. В густом аромате молока скрываются терпкий вкус имбиря – закуска, которая возбуждает аппетит перед ужином. Есть еще одно основное блюдо. Необходимо подождать, когда за него возьмется сам сюль куньи. Жареное молоко берет свое начало из народных традиций шуньде. Жидкие ингредиенты приобретают свой вид в процессе обжаривания. В китайском искусстве готовки такой способ занимает особую нишу и называется «мягкой жаркой». Это еще один оригинальный классический рецепт жителей шуньде. Яичный белок и крахмал – основные вспомогательные ингредиенты. Фунчоза в качестве основы, свежее мясо креветок и мелко нарезанная ветчина дарят богатую вкусовую палитру. Жареное молоко. Здесь нужна терпеливость опытного повара и искусный контроль огневого режима. Молочный протеин крайне восприимчив к высоким температурам. Под влиянием жара он легко пригорает. С каждой ложкой прибавляется новый слой. При каждом обороте завершается один технологический этап. После девяти оборотов молоко приобретает нужную консистенцию. Крабовая икра и косточки оливки пробиваются сквозь молочную мякоть, приводя каждого в неописуемый восторг. Для жареного молока, приготовляемого в семье дядюшки Кунь, не требуются ни дорогостоящие ингредиенты, ни аккуратные формы. Тем не менее, этот домашний вкус домашние просто обожают. Разнообразные лакомства Шуньде стали результатом тщательного изучения и терпеливого обучения многих поколений поваров. Субтитры создавал DimaTorzok Изумляющее зрителей, сколько демонстрация высшего уровня мастерства владения кухонным ножом среди поваров. Контроль силы и ритма. Нельзя допускать и малейшую неточность. Толщина всех картофельных соломок одинакова. В диаметре они не достигают и половины миллиметра. Водяная змея в диаметре достигает двух с половиной сантиметров. Нужно постараться извлечь наибольшее количество змеиного мяса. Завязанные глаза – еще большее психологическое испытание. Приводящее людей в восхищение мастерство нарезки – это непростое бахвальство мастерства. В своих родных краях каждый уважаемый мастер сначала должен нажить длительный опыт. Эти молодые люди только делают свои первые шаги. Они студенты профессионально-технического колледжа Шуньде. Их специальность – кулинарное дело. В колледже помимо теоретических знаний, прямой обмен знаниями между наставниками и студентами происходит посредством еще более систематических и научных способов. Сегодня семестровый экзамен. Поступивший полгода назад Ван Джинья вместе со своими одногруппниками продемонстрирует плоды усердной учебы, которая длилась несколько месяцев. Это итоговая тестация в этом семестре. Сегодня она включает приготовление блюда огурец в форме травяного плаща. Это блюдо – первый сложный рубеж, который встретился на их пути. Это один из основных навыков, которым должны обладать профессиональные повара. При каждом ударе ножа необходимо учитывать все – и величину угла, и глубину нарезки, и скорость движения ножа. Два огурца – в общей сложности 240 ударов ножа. Необходимо добиться того, чтобы глубина и толщина каждого надреза были одинаковы. Хорошо, время вышло. Время нашей аттестации подошло к концу. Настало время продемонстрировать результаты аттестации. Согласно требованиям приготовления огурца в форме травяного плаща, допустимый интервал между двумя надрезами – лишь 2 мм. После растяжения плода длина увеличивается вдвое, но разрывов быть не должно. У нас все студенты, кроме Ван Джинья, справились с экзаменом. Что касается работы Ван Джинья, то ему необходимо будет провести пересдачу. Мечта Ван Джинья – стать первоклассным поваром. Благодаря левой руке представленные здесь надрезы уже очень равномерны. Он знает, что ему предстоит еще долгий путь. У каждого из народных поваров Шуньде имеется свое понимание кулинарии. Процесс передачи знаний происходит не только в колледжах, но даже в большей степени в семьях. Сегодня Е. Бай Сунь научит свою дочь готовить свое фирменное блюдо. 14-летняя Е. Юань Синь сегодня впервые держит в руках отцовский нож. Тушку ильного карпа освобождают от костей, нарезают на тонкие пластинки, затем тщательно рубят на рыбный фарш. Когда готовишь сам, блюдо выходит более свежим. Его многократно отбивают, пока продукт не станет упругим. Чтобы придать вкус и упругость, нужно, приложив все силы, совершить порядка 200 ударов. А это закончился лишь первый этап. Горький огурец и перец станут внешней оболочкой, а рыбный фарш в качестве начинки будет помещен в них. Здесь этот процесс называют фаршировкой. При обжарке в масле на медленном огне горький огурец и острый перец становятся хрустящими. Ильный карп выходит хрустящим снаружи, а его филе получается нежным. Поджаренные фаршированные овощи не только придадут блюду насыщенный вкус, но и сбалансируют питательные вещества овощей и рыбы. Самое изысканное блюдо-фаршировка – это фаршированный ильный карп. Важно не допустить разрыва тонкой, просвечивающей рыбьей кожи. Извлекают рыбную мякоть, после удаления костей рубят на рыбный фарш. Ветчину, грибы, сянгу, водяной каштан, спелый лущеный земляной орех дробят, затем добавляют фунчозу, которая впитает избыток воды. После отбивания вручную рыбный фарш становится еще более упругим. Начинка после переработки добавляется к рыбе и коже. Ильный карп полностью перевоплощается. Поразительная реабилитация. Бульон с рыбьими косточками томят на медленном огне. Под воздействием тепловой энергии разные типы аминокислот взаимопроникают и вступают во взаимодействие. Достигается насыщенный вкус фаршированного ильного карпа, свежий и сладкий, нежный и скользкий. В Шуньде многочисленные выдающиеся вкусовые решения и кулинарные навыки дошли и до наших дней. Однако далеко не все усваивается столь успешно. Амбиции дочери не соответствуют желанию отца. Мне кажется, папа готовит уж очень неплохо. Только я не особо интересуюсь кулинарным искусством. Техники уж у меня интересуют несколько больше. Юань Синь с четырех лет начала учиться боевым искусством у отца. Свою технику кулачного боя она переняла из серии упражнений, исполняемых в знаменитом стиле юнчунь. Если сравнивать с обучением техники кулачного боя, то для отца наиболее важно взрастить в дочери стойкость и решительность. Внутренний смысл и философия искусства Ушу в равной мере также заключены и в ножах, разделочных досках, горшках и плитах. Зимние каникулы. Ван Джинья усердно тренируется дома. Ежедневно ему необходимо нарезать не менее 300 огурцов, при этом мастерство рук будет возрастать очень быстро, однако только на этом он не остановится. Свойства ингредиентов разнятся, потому и интенсивность нарезки должна отличаться, и только многократные тренировки помогут усвоить эту суть. Сегодня Е-Юан Синь столкнется с очередным испытанием. Сюда съехались продюсеры со всего Китая. Отец надеется, что его дочь сможет продемонстрировать все те навыки, которым она научилась за эти 10 лет. Игла должна пронзить стекло толщиной 3 миллиметра и проткнуть воздушный шар. Начался новый семестр. Приближается решающий момент. Было отведено 8 минут. Ван Джинья справился с тремя плодами за 5 минут. Нарезка равномерная, растяжение естественное удовлетворяет нашим требованиям, даже превосходит наши стандарты. Необходимо признать, работа выполнена прекрасно. Ван Джинья понимает, что он еще на один шаг приблизился к своей мечте стать поваром. В Шуньде существует более 8 тысяч пищевых предприятий. Около 80 тысяч поваров. В среднем, каждый 30 из них – профессиональный повар. Огромное число людей, подобно Ван Джинья, должны пройти серьезную подготовку. Собственное кулинарное мастерство позволяет им странствовать по свету. В каждый уголок они привносят деликатесы Шуньде, утверждая классические образцы гуандунской кухни. Приготовление мясных и овощных блюд, блюд из риса и муки, мастерство нарезки, соблюдение огневого режима – всему этому нужно учиться всю жизнь. Помимо мастерства, наиболее важно, что они постоянно вкладывают душу, выражая собственное осмысление процесса и уважение к продуктам. В Сенгане, который находится в 100 километрах отсюда, сейчас люди наслаждаются чашкой бульона. Суп со свиными легкими, освежающий сладковатый, с насыщенным вкусом – фирменное блюдо этого ресторана. Процесс его приготовления сложный и время затратный. Гурманы знают, если хочешь насладиться чашкой этого супчика, то необходимо заказывать заранее. Суп со свиными легкими – это традиционное блюдо Шуньде. В 50-е годы прошлого века он стал популярен и в Сенгане. За несколько десятилетий его вкус уже стал для жителей Сенгана родным. Варить 4 часа, снять пенку – пекинская капуста улучшит вкус. Перед подачей на стол также добавляют свежевыжатый сок миндаля северных и южных сортов. Южные сорта имеют сладковатый вкус, северные немного горчат, хорошо сочетаются с нежными и гладкими свиными легкими. Суп со свиными легкими, приготовленный Хэ Вэй Чэном, всегда напоминает старшему поколению посетителей тот самый вкус, который был им знаком десятки лет назад. Хэ Вэй Чэн сам родом из Шуньде. Вот уже на протяжении 30 лет он работает поваром в Сенгане. В настоящее время он занимает должность шеф-повара в этом ресторане. Эти люди прибыли из далекой Европы. Они его постоянные посетители. Сегодня утром я с ним договорился о фирменном супе со свиными легкими и о двух порциях ребрышек. С учетом разных предпочтений посетителей, Хэ Вэй Чэн сам разработал для них меню. Там, где китайцы, всегда найдется и повар из Шуньде. Грея в душе мечту стать поваром, Хэ Вэй Чэн в 14 лет приехал в Сенган, стал работать под мастерьем на кухне. У нас, поваров, есть одна присказка – век живи, век учись. Я учился у многих наставников разными вещами. И даже сейчас я так же непрестанно набираюсь у других поваров новых знаний, знакомлюсь с другими рецептами. Путь обучения поварскому делу не ограничивается одним лишь усердием. Также необходим жизненный опыт и осознанность, чтобы удовлетворить вкусы многочисленных посетителей через определенные промежутки времени, Хэ Вэй Чэн вновь должен презентовать новое блюдо. Хэ Вэй Чэн в 14 лет. Хэ Вэй Чэн в 15 лет. Хэ Вэй Чэн в 15 лет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Многие туристы приезжают в Шунде не только, чтобы полюбоваться речными пейзажами, но и чтобы угоститься местными лакомствами. Продолжение следует... Южные сорта имеют сладковатый вкус, северные немного горчат, хорошо сочетаются с нежными и гладкими свиными легкими. Суп со свиными легкими, приготовленный Хэ Вэй Чэном, всегда напоминает старшему поколению посетителей тот самый вкус, который был им знаком десятки лет назад. Хэ Вэй Чэн сам родом из Шунде. Вот уже на протяжении 30 лет он работает поваром в Сянгане. В настоящее время он занимает должность шеф-повара в этом ресторане. Эти люди прибыли из далекой Европы. Они его постоянные посетители. Сегодня утром я с ним договорился о фирменном супе со свиными легкими и о двух порциях ребрышек. С учетом разных предпочтений посетителей, Хэ Вэй Чэн сам разработал для них меню. Там, где китайцы, всегда найдется и повар из Шунде. Грея в душе мечту стать поваром, Хэ Вэй Чэн в 14 лет приехал в Синган, стал работать под мастерьем на кухне. У нас, поваров, есть одна присказка – век живи, век учись. Я учился у многих наставников разным вещам. И даже сейчас я так же непрестанно набираюсь у других поваров новых знаний, знакомлюсь с другими рецептами. Путь обучения поварскому делу не ограничивается одним лишь усердием. Также необходим жизненный опыт и осознанность. Чтобы удовлетворить вкусы многочисленных посетителей через определенные промежутки времени, Хэ Вэй Чэн вновь должен презентовать новое блюдо. Недавно ему вновь пришлось поломать голову в поисках вдохновения. Выходные. Хэ Вэй Чэн первым рейсом возвращается в Шунде. Он регулярно ездит домой, чтобы навестить родственников. Но в этот раз у него есть и другие планы. Это частный музей, коллекционирующий много старой утвари. Однако Хэ Вэй Чэн пришел сюда вовсе не за этим, а ради более значимой цели. Это старая поваренная книга 50-х годов прошлого столетия. В ней детально описаны традиционные блюда Шунде. Это жареные акулии плавники с цветками османтуса, бобовые ростки и немного косточек оливок. Традиционные блюда региона Шунде на протяжении всего своего существования непрерывно обновляются. Жареные тефтели из морских гребешков с цветками османтуса. Куриное яйцо, распавшееся при жарке, украшает белизну блюда из бобовых ростков и напоминает цветки османтуса. Это блюдо среди всех закусок поджарок Шунде лучше всех определяет профессионализм повара. Все новые планы вынашиваются таким способом. Амары с острова Сянган – тот ингредиент, который лучше всего знаком сянганцам. В этот раз Хэ Вэй Чэн наделит его основой с шуньдесской спецификой. При жарке бобовых ростков очень затруднительно соблюдать огневой режим. Время превращения сырого продукта в его готовый вариант составляет не более 10 с небольшим секунд. Если огневой режим недостаточен, то может остаться запах сои. Если же огонь будет слишком сильным, то выделится жидкость, продукт станет мягким и разваренным. Смешивают мясо омара, бобовые ростки и яйцо. В ход поте разводят сильный огонь. Перемешивание палочками позволит быстро и единовременно прожарить все имеющиеся ингредиенты. Трюфели привнесут особый аромат гор и лесов. Поверхность ингредиентов быстро схватывается корочкой, блокируя влагу внутри. На блюдо не упадет ни единой капли овощного сока. В этом и заключается главная особенность закусок-поджарок по-шундески. Современные повара из шуньде объехали весь мир, но мудрость собственных предков до сих пор до конца не раскрыта. Множество почти утерянных блюд шуньде по-прежнему дожидаются, когда наступит их черед быть открытыми, и они смогут продолжить свою историю. Пятый месяц по лунному календарю, как и в былые годы, Тань Юнтян высаживает хризантемы. Эту привычку он позаимствовал у своего отца. Ежегодная посадка белых хризантем происходит не для услады глаз. Эти цветы будут использованы в процессе приготовления лакомства. Шуньде расположен в субтропическом поясе. Зима здесь теплая, цветение не прекращается круглый год. Вслед за сменой времен года поочередно распускаются различные виды цветов. Спустя три месяца в саду Тань Юнцяна на хризантемах тоже завязались бутоны. Для получения наиболее пышного соцветия, помимо ежедневного ухода, также необходимо удалять лишние ветки. До появления на свет лакомства остается уже совсем немного времени. Цветы в качестве пищевого ингредиента. Этот феномен в Китае имеет длительную историю. Особенно много рецептов приготовления стало появляться с периода династии Сун. В глазах поваров из Шуньде, которые постоянно находятся в поиске новых ингредиентов, добавление цветов в кушанье лучше всего может помочь жителям Шуньде приспособиться к новому сезону и ощутить изменения природы. Отбирают виды, в которых высокое содержание крахмала и сахара. Убирают пыльцу и терпкий вкус. Способы приготовления разнообразны. Цветы стали служить не только украшением тарелки. Сладкий и свежий природный аромат дарит людям удивительный вкус. Субтитры создавал DimaTorzok Осень. Распускаются цветы белой хризантемы. Наконец-то наступил период, которого на протяжении нескольких месяцев ждал Тань Юнтян. Из самых пышных цветов он отбирает гладкие лепестки. С одного цветка набирает не более десяти лепестков. Однако в этом блюде цветы хризантемы выполняют лишь второстепенную роль. В этот период тучнеют водяные змеи. Тань Юнтян собирается приготовить сезонное лакомство – похлебку из водяной змеи с цветами хризантемы. Змейное мясо, очищенное от кожи, варится в воде до готовности. Это поможет легко отделить мясо от костей. При этом сохранится целостность всех компонентов. Срезанные змеиные кости, снятая змеиная кожа – все станет ингредиентами этой похлебки. Целую тушку курицы и свиной язык ошпаривают в кипящей воде, чтобы избавить их от примесей. Жители Шунде при варке супа благосклонно относятся к смешиванию вкусовых и питательных свойств. Курица и свиной язык могут максимально оттенить превосходный вкус водяной змеи. На полчаса ставят на сильный огонь. При воздействии высокой температуры из мяса выделяются жиры и протеины. Цвет бульона из прозрачного становится насыщенным. Затем блюдо тушат на среднем огне в течение 90 минут. В семье Тань несколько поколений первоклассных поваров. Тань Юн Тян перенял кулинарное мастерство от отца. Помимо отточенного мастерства, отец был известен своим строгим подходом в подборе ингредиентов для блюд. Сейчас такую же оценку люди дают и Тань Юн Тяну. Каждый свой шаг Тань и Юн Тян точно согласуют с отцовскими наставлениями. Он стремится вернуть вкус того времени. Повторно вливаем бульон. Все ингредиенты тушим вместе. Спустя 10 с небольшим минут бульон постепенно сгустится, а все вкусы сольются воедино. Ингредиенты сами по себе свежие, сладковатые. Обладают насыщенным вкусом. Не хватает лишь подходящего количества соли, которое подчеркнет приятный вкус. Цвет бульона молочно-белый. Аромат насыщенный. Мясо водяной змеи нежное. Только в этот момент цветы хризантемы действительно появляются на столе, проливая свет на сущность этой похлебки. Это с виду заурядное блюдо на самом деле является собой изумительную комбинацию вкусов. Ради этого момента люди готовы провести 4 месяца в ожидании. Ввиду возросших затрат, похлебка из водяной змеи с цветами хризантемы сегодня уже исчезла из повседневного меню ресторанов. От селекции семян хризантем, их культивации, до приготовления похлебки из змеи всем самостоятельно занимается один и тот же повар. В скором времени этот способ готовки, требующий большой отдачи и времени, уйдет в прошлое, и лишь немногим выдастся шанс отведать этот вкус, который навевает мысли о прошлом. Кто же станет тем, кто продолжит историю этого традиционного блюда из шуньде, не знает даже Тань Юнтян. Есть еще одно блюдо, которое также известно сложностью своего приготовления и времязатратностью. Сушеное морское ушко замачивается в течение 15 часов. Слоями закладывают ребрышки и кусочки курицы. Добавляют заранее подготовленный бульон, в котором томились свиные кости. Продолжают тушить еще на протяжении 20 часов, что способствует распаданию молекул коллагена, содержащихся в морском ушке. Придает нежность и эластичность. В процессе тушения необходимо постоянно восполнять испаряющуюся воду, чтобы морское ушко всегда было под бульоном, иначе оно съежится. Приятный вкус ребрышек, курицы, ветчины, морского гребешка продолжает просачиваться. Незатвердевшая сердцевина морского ушка – показатель наивысшего уровня качества. Как сделать так, чтобы незатвердевшая сердцевина передавала нежный вкус? Этот фактор полностью зависит от опытности повара. Жители Шунде необычайно придирчивы в отношении обработки ингредиентов и к способам приготовления. Эта особенность проявляется не только среди именитых профессиональных поваров современности. В отношении некоторых повседневных блюд повара местных закусочных точно так же избирательны. Рис в глиняном горшке – наиболее распространенная уличная еда в районах Гуандун и Гуанси. Приготовление риса и блюда вместе вовсе не требует никаких мудреных техник. Горшочек из печки подается прямо на стол. Блюдо позволит быстро восполнить энергию. К тому же съедается оно всеми с аппетитом. В 30-е годы прошлого века рис в глиняном горшке впервые появился в маленькой закусочной Гуанчжоу. И сразу же стремительно стал блюдом, покорившим людские сердца. Гастрономические туристы никогда не увидят меню. Это первая трудность, с которой им предстоит столкнуться. Свиные ребра или сухожилия под бобовым соусом. Что-то еще? Добавьте курятину. Ребра или сухожилия под соусом. Ты будешь есть или нет? Конечно, буду. Не болтай. А можно лепешку с мясом? Лепешку с говядиной. Свиную, говяжью, куриную, рыбную. Курица, ребрышки, рыба. Сычуанский, кунанский, черный перец. Лепешка с мясом, сухожилия, свиной сердца. Свиной, говяжий, куриный, рыбный, сырный. Сом, клария, свежая рыба, икра желтого горбыля. Говяжий стейк, лепешка с говядиной, говяжья брюшная вырезка. Пять пряностей или карри. Смесь пять пряностей и карри. Тебе острая или не острая? Острая. 45 юаней за порцию. Чего так дорого-то? Если есть вопросы, то в следующий раз изучи заранее, ладно? Небольшая закусочная нюджаня. Не более 20 квадратных метров, 8 небольших столов, круговорот посетителей. Простой метод обслуживания происходит из уверенности нюджаня в собственном кулинарном мастерстве. Легкий ветерок скользит по лицу, иду своим путем. Это зовется свободой. Для передвижения им был выбран мотоцикл. Он легко пробирается через запутанные старые переулки. На нем можно добраться до нужного места в самый короткий срок. В этом городе нет того, кто бы лучше нюджаня разбирался в овощных рынках, больших и маленьких. Ежедневно, утром, он тратит два часа, пробираясь по нескольким рынкам только для того, чтобы найти самые любимые ингредиенты. Процесс приготовления блюд содержит свои уловки. Печь, которую он переоборудовал сам, позволяет еще точнее контролировать огневой режим. Ароматные рисовые зернышки – тонкие, пластичные и упругие. К тому же в них содержится большое количество ароматических веществ. На сильном огне варят до кипения, затем убавляют огонь и не спеша выпекают. Как только влага на поверхности подсохнет, для приготовления блюда в ход пойдет вода, сохранившаяся в нижних слоях. Выбранные копчености по-гуандунски имеют сладкий вкус и винный аромат. Чтобы подать их вместе с отварным рисом, Нюджань повторно тестирует оптимальную толщину ингредиентов. С говяжьей вырезки аккуратно удаляют мышечную пленку. Своебразным способом нарезают мясо большими, но тонкими ломтиками, что гарантирует мясистость, быстрое приготовление, мягкость и нежность мяса. Горшок накрывают крышкой и больше не открывают до самого приготовления. Нет ни единой возможности наблюдать за изменениями, происходящими в горшке, поэтому при контроле огневого режима остается только полностью положиться на десятилетний опыт Нюджаня. Вот, хороший рис в горшочке, хорошо пахнет, там много мяса и нет лишней влаги. В глиняном горшочке есть три слоя отварного риса. Рисовые зернышки верхнего слоя пропитываются мясным соком, мягкие и клейкие. Средний слой риса сияет, словно жемчуг, сохраняет первоначальный аромат рисовых колосьев. Нижний слой – хрустящая поджаристая рисовая корка, которая обладает наибольшей притягательностью. Поджаристая рисовая корка, толщиной в одно зернышко, выглядит как зеркальце. Рис в глиняном горшке подан к столу. Новые вопросы сменяют один другой. Есть нужно не так. Возьми палочки. Ложка здесь не нужна. Сначала съедай то, что по периметру, потом приступай к серединке. Ни к чему сразу же ковырять кашу ложкой. Сначала ешь по периметру, затем палочками делаем кашу вдоль кромки рассыпчатой. Потом палочками легонько подцепляем кашу и переворачиваем ее. Главная особенность местного риса в глиняном горшке – отварной рис без овощной подливки. Можно есть? Подуй. Очень горячо, шеф. Рисом хрум-хрум. Дай, смотри. Каждый рисовый горшочек Нюджань готовит сам. Маленькая закусочная за все 10 с небольшим лет ни разу не расширялась. Готов готовить ежедневно, пока еще жив. Занимаюсь любимым делом. Это и есть величайшее счастье. На протяжении 10 лет упорно осваивал приготовление лакомства. Такие закусочные можно встретить по всему Шуньде. После ужина дядюшка Кунь, как и всегда, вернется на буйволиную ферму. Это и его привычке уже 30 лет. Кокосово-молочный пудинг Гань-Гань пришелся по вкусу многим людям. Она открыла собственную лавочку. Наступила зима, а оба Шунь подвесил ильного карпа сушиться на северном ветру, подготавливая для туристов своего рода шундесский деликатес. Хэ Вэйчен проводит новые эксперименты, внедряет ингредиенты, привезенные с разных мест мира, в традиционные блюда местной кухни. Нескончаемым источником вкусных блюд служит творчество бесконечного множества простых жителей, которые вкладывают в него свое сердце. В обыденном трехразовом питании жители Шуньде при помощи деликатесов выражают свое понимание жизни и делятся упованиями о будущей жизни. Есть такие вкусы, которые преодолевают расстояние и становятся любовью людей в разных уголках планеты. Гуандунская кухня Китая это не просто кулинарный стиль, это особое отношение к пище. В Шуньде основной источник гуандунской кухни деликатесы общий генетический код который передается от поколения к поколению. Где есть шуньдецы, там есть и наилучшие деликатесы. Средняя высота над уровнем моря в северном районе Тибета составляет 5000 метров. Это самая высокогорная пустошь в мире. Тибетские антилопы – хозяева высокогорья. Расположенный на высоте 4000 метров над уровнем моря, Ценхай-Тибетское Нагорье – единственный ареал их обитания. На обширной территории, которая ближе всего к небу, содержание кислорода в два раза меньше, чем во внутриконтинентальных районах. Следы человека встречаются только на границе этих диких земель. Однако здесь обитает 21 вид млекопитающих животных и 65 видов птиц. Только в декабре, в самом холодном месяце, самцы тибетских антилоп возвращаются в стаю и живут вместе с самками, становясь производителями стада антилоп. Но продолжение жизни – это конкуренция. Это значит, что обязательно появится сильный соперник. Это борьба за уважение и власть. Испытание не на жизнь, а на смерть. Сильнейший получит все. Самцы относятся к этому очень серьезно и прилагают все усилия. КОНЕЦ Каждый год большое количество самцов тибетских антилоп погибает в бою. А гены победителя дают жизнь новому поколению. Настоящая весна приходит на плато Цантан только в июне. Сурки закончили шестимесячную жизнь под землей. На плато уже повсюду чувствуется аромат зелени и запах еды. Сейчас уже ничто не помешает им, как следует, потянувшись, отправиться, навестить родственников и друзей и наслаждаться играми. Предупреждение товарищей мгновенно дало им понять, что опасность совсем рядом. Подземные дворцы, которые строят сурки, обычно имеют два-три входа. Сурка, который спрятался в нору, очень трудно поймать. Обнаруженные красные лисицы пришлось уйти несолоно хлебавши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова В Нанчане мы ищем информацию об одном единственном человеке. Однако в процессе съемок мы запечатлеваем воспоминания нескольких поколений. В этих извилистых старых переулках люди живут своей обычной мирной жизнью. И о трагических событиях военных лет они знают только понаслышке. Впоследствии мы снова встретились с профессором Дзянь Венланем, специалистом по истории антияпонской войны. Почти 40 лет он собирал материалы о воздушных сражениях этой эпохи. И мы надеемся, что именно он поможет нам пролить свет на судьбу Константина Опасова. Я обращаюсь ко всем китайским товарищам, которые бы могли помочь мне в поисках моего отца, чтобы посмотрели архивные данные за 1938 год с 4 июля по 10 июля, период, когда было передано его тело в администрацию какого-то уезда. С 2005 года Евгений Опасов несколько раз бывал в Китае и пытался найти информацию о своем отце. Сегодня Евгений Константинович вернулся в Россию, однако наши поиски продолжаются. Если бы нам удалось найти могилу советского летчика, это было бы лучшее проявление благодарности советскому народу за его помощь. И кроме того, мы бы помогли сыну выполнить его священный долг перед отцом. Уезжая из Китая в 2005 году, Евгений Опасов оставил записку с именем и датой рождения его отца. Также на записке была еще одна дата – 4 июля 1938 года, когда Константин Опасов предположительно принял свой последний бой. Мы решили выяснить, что же произошло в этот день. Продолжение следует... Для этих стариков, которые пережили ужасы войны, тяжелая память о тех событиях останется с ними навсегда. А мы, в свою очередь, надеемся найти здесь хоть какие-то зацепки. Мы продвигаемся на север, через деревню Сюнцятси, чтобы встретиться с еще одним человеком, который живо заинтересовался историей Евгения Опасова. Его дед в свое время руководил операциями по спасению советских летчиков. Мы находимся в деревне Годзятсунь, расположенной в районе поселка Сяншань, уезда Синьцянь. Семейный клан Го живет здесь уже на протяжении многих поколений. В какой-то период времени директором местной начальной школы был человек по имени Годжимин, все предки которого занимались рыболовством. Он рассказал нам о том, что его дед оказывал помощь сбитым советским летчикам. Семейный клан Годзятсунь. 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 Принял свой последний бой 4 июля 1938 года. Его самолет был подбит японцами, и он выпрыгнул с парашютом над озером Паянху. А спустя три дня жители окрестных деревень выловили его тело из воды. Это все, что Евгений Константинович знает о гибели своего отца. Со времени многое забывается, но миролюбивый китайский народ никогда не забудет той помощи, которую ему оказали советские герои. Слышала ли она историю о летчике, которого вытащили из озера? А в каком именно уезде, вам вас не уточняли? Просто, что в озере Пойанху и все. Что очень большое озеро. Но видите, это вам-то, наверное, не особо поможет, бомбардировщик. Это мы не на правильном пути. Просто мы узнали, что она здесь живет, и приехали туда. Может быть, как говорится, дело случая. Дело случая, да, могу. Я очень рад, что вы знаете, что это такое. Спасибо. Я надеюсь, что вы полностью совершили это. Я только об этом и желаю. Спасибо. Для Евгения Константиновича найти могилу отца – это священный долг. Именно поэтому он не сдается, несмотря на множество трудностей, с которыми связаны поиски. А мы будем и дальше искать и помогать ему в знак уважения ко всем советским героям, которые пали, сражаясь против японской агрессии на территории Китая. Я хочу знать, где захоронен мой отец, потому что это мой долг. Вместе с вами и я будем на правильном пути. Евгений Константинович попросил нас о помощи. И мы отправляемся в путь по местам, где жили и сражались советские летчики-добровольцы. Мы постараемся узнать как можно больше о спасении советских летчиков на территории Китая. Это уезд Иян, расположенный в северо-восточной части провинции Цзянси. По словам местных жителей, выживших советских летчиков отправляли в Нанчан со старой станции в уезде Иян. Сначала летчики отказывались от помощи местных жителей, но вдруг услышали, как кто-то стал напевать интернационал. И тогда летчики поняли, что они среди друзей. Это лишь одна из историй советских героев в уезде Иян. Впоследствии с помощью госпожи Джан Сайлянь мы взяли интервью у местных жителей, а также поговорили с людьми, которые занимаются изучением истории. Чтобы помочь нам в поисках, сотрудники местных учреждений дали нам контакт одного пожилого человека, которому уже 84 года. Мы пригласили его на то самое место, где упал самолет в надежде на то, что это поможет ему вспомнить, что же произошло тогда, в конце 30-х годов прошлого века. Отец и тесть Хуан Лунзиня помогали советским летчикам в уезде Иян. И рассказ пожилого человека заполнил очередные пробелы в истории советских летчиков в Китае. Я говорю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Так по крупицам мы собирали информацию о советских летчиках. Все местные жители искренне хотели нам помочь, в том числе Ян Си Цзю, которому уже 92 года. Он попросил нас показать ему фотографии Константина Опасова. Согласно архивным документам уезда Иян, в начале августа 1938 года, два советских бомбардировщика совершили вынужденную посадку в этих местах. Один из них приземлился на поле в районе Гасифань, а один на склоне холма. Всего было три летчика, из них один погиб. Два выживших пилота оказались в незнакомых местах. И только когда они встретили китайских местных жителей, совершенно безоружных, вздохнулись облегчением. Один из пилотов показал им охранную грамоту, в которой было написано по-китайски, что этим людям должны оказывать любую помощь местные жители и администрация. Так, при содействии местных властей, эти два летчика были спасены. Погибшего положили в гроб и перевезли в Нанчан. 8月 4日, 6 часов Н ребенка сbreakу, я выброшю pueцар всю彊ацию, чем Vatican К嘗еровской фейермы, featuring подписчик севинским им� No. Думаю, для fog Oliver Abby Мунгкана, до свих пор threwwi my Stratya. В spirit alguien выброшю suo сен-ковесех помощи, В уезде Иян нам удалось восстановить примерную картину спасения советских летчиков. В поисках информации о Константине о Пасове мы, надеемся, услышат еще больше подобных историй. Во Втором историческом архивном бюро хранится ряд документов, относящихся к эпохе антияпонской войны. Здесь мы нашли доклад о боевых действиях советских летчиков-добровольцев в Китае, который был напечатан в книге «На фронтах антияпонской войны». В нем написано, что в июле 1938 года был всего один воздушный бой, который состоялся 23 июля. За этот год мы также нашли в книге множество записей о воздушных битвах, когда советские и китайские летчики вместе сражались против японских захватчиков. Согласно этим данным, уже тогда народы Китая и Советского Союза заплатили большую цену за отражение фашистской агрессии. Многие советские герои навсегда остались в Китае, и китайский народ в знак признательности построил в их честь стелы и памятники в разных городах Китая. Командиры отряда советских летчиков Григория Кулешенко нашли местные жители и похоронили его в городе Ванчжоу, на берегу реки Янзы. Его дочь узнала о том, что ее отец погиб в Китае только после того, как в 50-е годы прошлого века услышала от одного из китайских студентов в СССР хвалебную песню, посвященную ее отцу. Я хочу сказать огромное большое спасибо всем жителям Китая за то, что так бережно и тепло относятся к памяти моего отца, летчика Кулешенко Григория Акимыча, который воевал в Китае и погиб там в 1939 году и похоронен в городе Вансяне. В 20 лет мы считали, что отец пропал без вести. И только благодаря господину Джои Ли, сокуршнику моему, мы узнали, когда, где и как погиб и похоронен мой отец. Для нас было это очень важно и дорого. Мы приехали с мамой в Китай в 1958 году. Затем я приезжала туда с дочкой. И все время чувствовали, как бережно и тепло относится к памяти моего отца, как чтут его. У памятников всегда живые цветы, маленькие детей принимают в пионеры, солдаты принимают присягу. И я поняла, что действительно его чтут как настоящего героя. Мы встретились с младшим братом Годжи Мина, господином Годжи Чэном, с которым собираемся вместе отправиться в поселок Учэн, чтобы пообщаться там с еще одним человеком, который тоже, возможно, поможет нам в наших поисках. Это никто иной, как дядя Годжи Мина. 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 Китайский народ считает, что историю нельзя забывать. В этом убедились, познакомившись с такими людьми, как Годжи Мин, Джан Вэн Лань, Джан Вэй Цюнь и многие другие. Все они по крупицам собирают информацию, ищут и находят, чтобы героические события прошлых лет оставались в памяти и будущих поколений. Единственную дорогу Вучен затопило, и нам пришлось искать другие способы передвижения. Пока эта зацепка наиболее полна соответствует тому, что нам говорил Евгений Константинович. Мы также надеемся, что сможем восполнить пробелы и в истории деда Годжимина о спасении советских летчиков. И кто знает, возможно, одним из спасенных окажется Константин Апасов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В основном, в мысльran льда к этому. Довольно масло. Когда мы просим, оно уже предназначен. Это мысль. Выстоят здесь. Русっ, а муж из манер дочери да? Сейчас мысль из мероприятия. Я называю, конечно же, как? Подожди. Хорошо, что мы слышим? Да. Мысль из мероприятия. Возьмите... Мы с днем и сняли. Dod trimmer, мы сняли их кладом. Это нужно было бы! Похоже, кто-то работал место в стране? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА